Генри Миллер, Колосс Морусский, часть 2 Наш великий тур по Пелопонесу прервался в Мекенах. Кацимбалис получил срочный вызов и вынужден был вернуться в Афины из-за неожиданного обнаружения участка земли, который проворонили его адвокаты. Казалось, новости его не обрадовали. Наоборот. Он впал в уныние. Большая собственность означала большие налоги, большие долги и большую головную боль. Я мог бы продолжить свои изыскания в одиночку, но предпочел вместе с ним вернуться в Афины и переварить то, что увидел и перечувствовал. В Мекенах мы погрузились в автобус и через 5 или 6 часов были в Афинах. Цена билета, если я правильно помню, примерно равнялась стоимости пары коктейлей в Ритце. Между моим возвращением и отъездом на Крит случилось 3 или 4 мелких события, о которых я обязан хотя бы коротко упомянуть. Первым был «Жарес» американский фильм, который шел несколько недель в виду кинотеатрах. Несмотря на диктатуру в Греции, этот фильм, который только слегка переделали после нескольких первых показов, шел днем и вечером всегда при полных залах. Атмосфера была напряженной, аплодисменты явное республиканского толка. Этот фильм, по многим причинам, имел большой резонанс среди греков. Он давал почувствовать, что дух Венезелуса жив. Слушая грубоватую и великолепную речь Жареса, обращенную к собравшимся представителям иностранных держав, они чувствовали, что трагическая судьба Мексики при Максимилиане имеет много общего с настоящим бедственным положением Греции. Единственным настоящим другом, имеющимся у Греции в данный момент, единственным относительно бескорестным другом, являлась Америка. Об этом я расскажу поподробнее, когда приеду на Крит, родину Венезелуса и Эль-Греку. Но быть свидетелем показа фильмов, в котором резко отрицаются все формы диктатуры, сидеть при этом среди зрителей, чьи руки связаны и могут лишь аплодировать, редкая удача. Это один из тех несчастных моментов, когда я ощущал, какая непростительная роскошь быть американцем в мире, практически полностью связанном по рукам и ногам и скляпом во рту. Следующее событие – посещение астрономической обсерватории в Афинах, которое мы с Даррелом организовали для Теодора Стефанидеса, астронома-любителя, сделавшего, однако, несколько признанных астрономических открытий. Работники обсерватории приняли нас очень любезно, благодаря щедрой помощи, оказанной их коллегами-американцами. Мне никогда раньше не приходилось смотреть в телескоп настоящей обсерватории, полагая, что Даррелу тоже. Впечатление было потрясающим, хотя не совсем соответствовало ожиданиям наших хозяев. Наши детские восторги, похоже, удивили их. Мы определенно не совсем обычным образом прореагировали на открывшиеся нам чудеса. Мне никогда не забыть их изумление, когда Даррел, глазевший на плеяды, воскликнул «Розен Крейцер». Что он имеет в виду, пожелали они узнать. Я поднялся по лестнице и взглянул сам. Сомневаюсь, чтобы мне удалось передать захватывающее дух впечатление от первого взгляда на этот раздробленный звездный мир. В моей памяти навсегда он остался в образе священной обители, сверкающего розового окна, разбитого ручной гранатой. Я имею в виду сразу два или три аспекта. Завораживающая неописуемая красота, космическое вмешательство, развалины мира, подвешенные в небе, подобно зловещему предзнаменованию. Вечность красоты, даже если она разбита и разбросана. Как вверху, так и внизу, сказал как-то Гермес Тресмегист. Посмотреть на плеяды сквозь мощный телескоп означает понять возвышенную и ужасную правду этих слов. В своих самых высоких совершениях, прежде всего музыкальных и архитектурных, а не едины, человек производит впечатление борца с порядком, величием и роскошью небес. В своих разрушительных припадках зло и опустошение, которое он сеет вокруг, кажутся несравнимыми, пока мы не вспомним о великих звездных встрясках, вызванных помрачением ума неизвестного колдуна. Нашим хозяевам такие мысли не приходили в голову. Они со знанием дела говорили об удельном весе, расстоянии, субстанции и т.д. Они оказались отстраненными от нормальной деятельности своих соотечественников совсем иначе, чем мы. Для них физико-математический мир, который можно было попробовать на ощупь, определить калибр, взвесить и с которым можно попробовать связаться с помощью приборов, был реальностью, а звезды и планеты – простым доказательством безошибочности и гениальности их выкладок. Для Даррелла и меня реальность находилась далеко вне предела досягаемости их жалких приборов, которые сами по себе являлись неуклюжим отражением их ограниченного воображения, навсегда заточенного в гипотетическую тюрьму логики. Их астрономические цифры и расчеты, которыми они хотели поразить нас и внушить благоговение, вызывали у нас покровительственную улыбку, а иногда даже неприличный смех. Что до меня, то цифры и факты никогда не производили на меня впечатления. Световой год значит для меня не больше, чем секунда или даже доля секунды. Это все игра для слабоумных, в которую можно играть до отвращения и которая никуда не приведет. Точно так же, когда я вижу звезду в телескоп, это не помогает мне убедиться в ее реальности. Она может казаться более яркой и красивой в тысячу или в миллион раз крупнее, чем когда смотришь на нее невооруженным глазом, но она ни на йоту не становится реальнее. Мне кажется глупым утверждать, что что-то выглядит реальным только потому, что видишь это более крупным и ярким. По мне, она так же реальна, как если бы я ее вообще не видел, а лишь воображал, что она есть. И наконец, даже если для моего глаза и глаза астронома она имеет одни и те же размеры и тот же блеск, она совершенно определенно не кажется нам одинаковой. Достаточно вспомнить восклицание Даррелла, чтобы в этом убедиться. Ну, пойдем дальше к Сатурну. Когда на них смотришь сквозь увеличительное стекло, Сатурн, как и наша Луна, производит на простого человека впечатление, против которого ученый должен инстинктивно возражать. Никакие факты или цифры касательно Сатурна, никакие многократные увеличения не могут объяснить беспричинное беспокойство, которое вызывает у наблюдателя вид этой планеты. Сатурн – живой символ мрака, ущербности, несчастья и обреченности. Его молочно-белый оттенок невольно вызывает ассоциации с требухой, разлагающейся плоти, уязвимыми органами, спрятанными от зора, отвратительными болезнями, пробирками, лабораторными пробами, воспалением слизистой оболочки, ревматизмом, эктоплазмой, меланхолией, болезненными явлениями, справедливыми и несправедливыми войнами, стерильностью, анемией, нерешительностью, пораженчеством, запором, антитоксинами, плохими романами, грыжей, менингитом, устаревшими законами, бюрократией, условиями жизни рабочего класса, патагонными фабриками, христианской ассоциацией молодежи, собраниями христиан, спиритическими сеансами, поэтами вроде Т.С. Эллиота, родителями вроде Александра Доуи, целителями вроде Мэри Бейкера, Эдди, государственными деятелями вроде Чемберлена, мелкими неприятностями вроде разбитого черепа, из-за банановой шкурки под ногами, попадания между двумя грузовиками, потому что замечтался о лучших днях, гибели в собственной ванной, случайным убийством лучшего друга, смертью от икоты, а не на поле сражений и т.д. и т.п. до бесконечности. Сатурн зловреден по инерции. Его кольцо по толщине не больше, чем лист бумаги, если верить ученым мужам. Сатурн. Есть обручальное кольцо, означающее смерть или несчастье, лишенное всякого смысла. Как бы ни относились астрономы к Сатурну, для обыкновенного человека он символ бессмысленной обреченности. Он носит его в своем сердце, потому что вся его жизнь, лишенная смысла, связанная с этим символом, и если что-то иное не сможет с ним покончить, он вправе на него рассчитывать. Сатурн – жизнь в тревоге. Не столько мертвый, сколько бессмертный, т.е. неспособный умереть. Сатурн – как омертвевшая кость в ухе, двойной сосцевидный отросток для души. Сатурн – как кусок обоев, свернутый наоборот и испачканный катаральным клеем, который маляры считают незаменимым в своей работе. Сатурн – обширное собрание того отвратительного мусора, который можно видеть каждое утро после нескольких пачек выкуренных сигарет. Сатурн – отстрочка, проявившаяся в самом свершении. Сатурн – это сомнение, недоумение, скептицизм, факты ради фактов и никаких сантиментов, никакого мистицизма, ясно? Сатурн – сатанинский пот учения ради учения, сгустившийся туман непрерывных поисков маньяком того, что лежит прямо под носом. Сатурн замечательно меланхоличен, потому что ничего не знает и ничего не признает, кроме меланхолии. Он плавает в своем собственном жиру. Сатурн – символ всех предзнаменований и предрассудков. Фальшивое доказательство божественной антропии. Фальшивое потому, что если бы было правдой, будто Вселенная останавливается, Сатурн давно бы расплавился. Сатурн также вечен, как вечный страх и нерешительность. Он становится все более мутным, туманным с каждым компромиссом, каждой капитуляцией. Робкие души плачут по Сатурну, как якобы дети плачут по Кастеру. Сатурн дает нам только то, что мы у него просим. Никогда ничего сверх того. Сатурн – белая надежда белой расы, занятый бесконечной болтовней о чудесах природы, одновременно убивая ее самое великое чудо – человека. Сатурн – звездный обманщик, представляющийся великой космической чашей судьбы, господином Парижем, автоматической оси мира, подверженного атораксии. Пусть небеса поют славу. Этот флегматичный шар сомнений и тоски никогда не прекратит бросать свои молочно-белые лучи безжизненного мрака. Это эмоциональная фотография планеты, чье неординарное влияние тяжело сказывается на человеческом сознании. Это самое безрадостное зрелище в небе. Оно соответствует каждому трусливому образу, зачатому в сердце человека. Это единственное хранилище отчаяния и пораженчества, под власть которых человеческая раса попалась незапамятных времен. Оно исчезнет, только если человек сможет изгнать его из своего сознания. Третье событие было совершенно иного характера – Джеймс Сэшн в спартанской холостяцкой квартире Сефериадеса на улице Кедетенион. Одной из тех улиц, которая мне понравилась сразу же, стоило мне побродить по Афинам. Сефериадес по характеру гибрид быка и пантеры обладал сильными чертами Девы с астрологической точки зрения. Я имею в виду, что он пылал страстью коллекционированию, как, к примеру, Гетте, который был одним из наиболее ярких представителей людей, рожденных под созвездием Дева. Первым шоком, который я испытал, войдя в тот день в его жилище, было присутствие его очаровательной сестры Джинни. Я стоила на королевского рода, возможно, по египетской линии, в крайнем случае римской. Я таращился на нее, открыв рот, и внезапно вздрогнул, услышав бабуинский голос Кеба Келуэя. Сефериадес смотрел на меня с теплой азиатской улыбкой, которая всегда разливалась по его лицу, подобно нектару и амброзии. — Ты эту вещь знаешь? — спросил он, сияя от удовольствия. — У меня и другие есть, если захочешь послушать. И он указал на стопку пластинок длиной в ярд. — Как насчет Луи Армстронга? Он тебе по душе? — продолжил он. — Вот пластинка Фетца Уоллера. — Подожди минутку. Ты когда-нибудь слышал Каунта Бейси или Пиви Рассела? Он знал всех сколь-нибудь значимых виртуозов. Я узнал, что он подписывался на Le Jazz Hot. Через несколько минут мы уже говорили о кафе Будон на Монмартре, где великие негритянские исполнители, игравшие в ночных клубах, подкреплялись до и после работы. Он хотел, чтобы я рассказал ему о неграх в Америке, о том, что происходит на самом деле, какое влияние оказывают негры на американскую жизнь, что думают американцы о негритянской литературе, правда ли, что существует негритянская аристократия, культурная аристократия, стоящая выше культурных групп белых американцев? Может ли такой человек, как Дюк Эллингтон, свободно зарегистрироваться в Савое? Как насчет Колдуэлла и Фолкнера? Правдиво ли они описывают ситуацию на юге страны? И так далее. Как я уже говорил, Сефериадес никогда не устает спрашивать. Для него не существует пустяковых подробностей. Его любопытство ненасытно, а знания обширны и разнообразны. Поублажав меня самыми современными джазовыми композициями, он пожелал узнать, не хочу ли я послушать экзотическую музыку, которая тоже у него широко и интересно представлена. Пока он искал пластинку, он засыпал меня вопросами о каком-то невразумительном английском поэте или об обстоятельствах исчезновения Амброза Бирса или спрашивал, что мне известно о рукописи Гринберга, которыми воспользовался Харт Крейн. Или отыскав пластинку, он неожиданно переходил на анекдот, связанный с его жизнью в Албании, которая каким-то невообразимым образом оказывалась связанной с поэмой Тиас Эллиота или Сент-Джона Перса. Я рассказываю об этих его постоянных сменах темы, потому что они служили освежающим противоядием от нудных, однообразных и беспощадных в своей закостенелости бесед в английских литературных кругах Афин. Вечер, проведенный в обществе этих лестивых уродов, всегда будил во мне суицидальные наклонности. Грех жив до кончиков пальцев. Он источает жизнерадостность, он всегда пенится, он вездесущ. Англичанин флегматичен, скроен специально под кресло, камин, глухую таверну или однообразный механический труд. Даррел испытывал зловредное наслаждение, наблюдая, как я неуютно чувствовал себя в обществе его соотечественников. Все они как один напоминали мне анимационные картинки из его черной книги, этой потрясающей хроники английской смерти. В присутствии англичанина даже Кацимбалис пересыхал. По-настоящему никто не ненавидел их, просто они были несносны. В тот же день позднее я удостоился чести познакомиться с гречанками, подругами сестры Сефериадеса. И снова я убедился в отсутствии тех вопиющих дефектов, которые делают безобразной даже самую красивую англичанку или американку. Гречанка, даже если она образована, прежде всего женщина. От нее исходит определенный аромат. Она согревает и восхищает вас. Благодаря ассимиляции греков из Малой Азии, новое поколение гречанок стало еще прекраснее и сильнее. Обыкновенная греческая девушка, встреченная вами на улице, значительно превосходит ровесницу-американку. У нее, прежде всего, выражены характеры раса, комбинация, рождающая бессмертную красоту, которая будет вечно отличать потомков древних народов от незаконорожденной поросли нового света. Разве я смогу когда-нибудь забыть молодую гречанку, которую мы встретили у подножья Акрополя? Ей могло быть десять или четырнадцать, волосы цвета красноватого золота. Черты настолько благородны, печальны и строги, что невольно вспоминаешь кариатит на Эрехтейне. Она играла с друзьями на небольшой площадке, перед несколькими прилепившими друг к другу хибарами, чудом избежавшими с носа. Любой, прочитавший смерть Венеции, оценит мою искренность, если я признаюсь, что ни одна женщина, даже самая очаровательная, не вызвала у меня такого обожания, как эта девчушка. Если судьбе будет угодно снова поставить ее на моем пути, я не знаю, какие глупости я не натворю ради нее. Она была ребенком, девственницей, ангелом, соблазнительницей, жрицей, шлюхой и пророчицей одновременно. Она не была древнегречанкой, но она и не была современной. Она была вне расы, времени или класса, уникальной, фантастически уникальной. Та ленивая, сдержанная улыбка, которой она одарила нас, когда мы остановились, чтобы посмотреть на нее, несла в себе загадочность, какую удалось обессмертить да Винчи и какую всегда можно встретить в буддийском искусстве, начиная с великих пещер Индии и фасадов ее дворцов, на лицах танцовщиц с Явой и Бали и у представителей примитивных народов, особенно в Африке. Эта загадочность кажется высшим выражением духовных достижений человеческой расы, но она напрочь отсутствует в лицах западных женщин. Я хотел бы еще добавить, что я уловил эту загадочность в улыбке крестьянки Скорфу, женщина с шестью пальцами и определенно уродливой, которую все на острове считали чудовищем. Она часто приходила к колодцу, как и все крестьянки, чтобы наполнить кувшин, постирать и посплетничать. Колодец находился у подножия покатого склона, по которому вилась козья тропа. Вокруг росли густые оливковые рощи, то там, то сям разделенные оврагами, по которым с гор стекали ручьи, совершенно пересыхавшие летом. Колодец меня завораживал. Это было место, отведенное женской особи тяглового животного, сильной грудастой детственницы, которая может нести кувшин с водой, закрепленный на спине с легкостью и грациозностью. Старой беззубой старушки, чья сагбенная спина все еще способна выдержать вес огромной охапки хвороста, водове с немыслимым числом ребятишек, служанке, которую легко рассмешить, женам, которые берут на себя работу своих ленивых мужей. Короче, каждая разновидность женщин, кроме высокомерной мадамы или ленивой англичанки, сподобившейся оказаться поблизости. Когда я впервые увидел женщин, карабкающихся по крутым склонам, как те женщины из Библии, я ощутил приступ отчаяния. Даже способ, которым тяжелый кувшин крепился к спине, показался мне унизительным. Ощущение усиливалось при виде мужчин, прохлаждавшихся в тени таверны или развалившихся под оливковым деревом, вместо того, чтобы выполнить столь простую обязанность. Моим первым побуждением было освободить молоденькую горничину от этой работы. Я хотел почувствовать подобный кувшин на своей спине, познать своими собственными мышцами, что значат эти бесконечные походы к колодцу. Когда я поделился своими намерениями с Дарреллом, тот в ужасе сплеснул руками. «Так не делают!» — воскрикнул он, смеясь над моим невежеством. Я ответил, что мне глубоко безразлично, что делается, а что нет, и что он лишает меня радости, которую мне еще не доводилось испытать. Он умолял меня отказаться от этой затеи ради него, утверждал, что потеряет лицо, что греки станут над нами смеяться. Короче, он так упорствовал, что я вынужден был уступить. Но я взял себе в привычку, шатаясь по холмам, останавливаться у колодцев, чтобы утолить жажду. Именно там я и встретил чудовище с шестью пальцами на ногах. Она стояла босиком по щиколотке в грязи и полоскала белье. Я не стану отрицать, она и в самом деле была безобразной, но существуют разные виды некрасивой внешности, и ее не столько отталкивало, сколько притягивало. Прежде всего, она была сильной, мускулистой, подвижной, животным, наделенным душой человека, и, несомненно, сексуальной. Когда она наклонялась, чтобы отжать штаны, упругая плоть ее конечностей просвечивала сквозь дранную юбку. Ее глаза горели, как уголья, как глаза бедуинской женщины. Губы были кроваво-красными, ровные сильные зубы белее мела. Густые черные волосы свисали на плечи толстыми маслянистыми прядями, как будто их пропитали оливковым маслом. Ренуар посчитал бы ее красавицей. Он бы не заметил ни шестого пальца на ноге, ни грубости ее черт. Он потянулся бы к этой тугой плоти, плотным полушариям грудей, легкой покачивающейся походке, невероятно сильной ее рук, ее ног, ее торса. Он бы покорился щедрому большому рту, темному горящему взгляду, массивным контуром головы и сияющей черной волне, каскадом спадающей вдоль ее длинной крепкой шеи. Он бы учуял животную похоть, неистребимый запах, внутренний огонь, выносливость тигрицы, голод, ненасытность, неутолимый аппетит сверхсексуальной женщины, которую никто не желает, потому что у нее лишний палец на ноге. Но даже если позабыть о Ренуаре, было что-то в улыбке этой женщины, что напомнило мне о девчушке у подножия Акрополя. Я бы сказал, что это было наибольшее приближение к той загадочности, которую я заметил в чертах девочки с золотисто-рыжими волосами. Как ни парадоксально это прозвучит, они были прямыми противоположностями. Чудовище вполне могло родить эту необыкновенную красавицу, потому что объятие этой женщины, изголодавшейся по любви, способно восполнить такую пустоту, которая не подвластна женщине, пользующейся самой страстной привязанностью. Все ее силы и соблазнения были загнаны в гроб секса, где в темноте ее чересел ярким пламенем пылают страсти и желания. Потеряв всякую надежду соблазнить мужчину, она обратила свою похоть на запретные объекты. Животных в поле, неживые вещи, предметы поклонения, мифологических существ. В улыбке ее было что-то от опьянения высохшей земли после внезапного обильного дождя. Это была улыбка ненасытного существа, для которого тысяча поцелуев – всего лишь прелюдия к новым наслаждениям. Каким-то странным, необъяснимым образом она осталась в моей памяти как символ той жажды раскованной любви, которую я, правда, в меньшей степени во всех гречанках. Это почти что символ самой Греции, ее ненасытной жажды, красоты, страсти и любви. Я 20 лет мечтал побывать в Кносе, но даже не представлял себе, насколько просто будет исполнить эту мечту. В Греции достаточно лишь сообщить, что ты куда-то хочешь поехать, и оглянуться не успеешь, как тебя уже ждет экипаж. На этот раз это оказался самолет. Сефериадос решил, что я должен путешествовать с помпой. То был поэтический жест, и я воспринял его как поэт. Я никогда раньше не летал на самолете, и, возможно, больше никогда не полечу. Я чувствовал себя полным дураком, сидя в небе со сложенными на коленях руками. Человек рядом читал газету, явно не обращая внимания на проносящиеся мимо иллюминаторов облака. Мы летели со скоростью примерно 100 миль в час, но поскольку вокруг нас были одни облака, мне казалось, что мы не двигаемся с места. Короче, было очень скучно и утомительно. Я жалел, что не заказал билет на приличный пароход Акрополь, который вскоре должен был прибыть на Крит. Человек создан для того, чтобы ходить по земле и плавать по морю. Освоение небес зарезервировано для следующей стадии его эволюции, когда у него вырастут настоящие крылья, и он примет форму ангела, кем он на самом деле и является. Механические приспособления не имеют ничего общего с настоящей природой человека. Они лишь ловушки с приманками, расставленными смертью. Мы приземлились в морском порту Ираклион, одном из крупных городов Крита. Главная улица города практически двойник улицы из третисортного вестерна. Я быстро устроился в одном из отелей и пошел искать ресторан. Жандарм, к которому я обратился, взял меня под локоть и вежливо проводил до весьма скромного ресторанчика рядом с общественным фонтаном. Еда оказалась отвратительной, но я уже находился слишком близко к носу и был слишком возбужден, чтобы обращать внимание на такие мелочи. После ланча я перешел на другую сторону улицы и выпил чашку турецкого кофе в кафе. Два немца, прилетевшие тем же самолетом, обсуждали лекцию о Вагнере, которую они собирались читать позднее вечером. Они, казалось, как последние идиоты, не соображали, что явились со своей музыкальной отравой туда, где родился Венезеус. Я ушел и отправился побродить по городу. Через несколько домов в перестроенной мечети в кинотеатре показывали Лаурала и Харди. Собравшиеся вокруг афиши дети обсуждали этих комиков с таким же энтузиазмом, что и дети в Дьюбике или Кеныши. Помнится, картина называлась Минуан. Я вскользь подумал, есть ли и в Кносе кинотеатр, возвещающий, к примеру, о пришествии братьев Маркс. Ираклион – жалкий городок с явными последствиями турецкого правления. На главных улицах полно открытых магазинчиков, продающих все, что требуется человеку, причем сделанное вручную, как в средние века. Деревенские жители Крита приезжают в город в красивых одеждах, подчеркнутых элегантными высокими сапогами, иногда из белой или красной кожи. После индусов и берберов они самые красивые, благородные, степенные мужчины, как их мне только приходилось видеть. Они куда красивее женщин, их разделяет целая раса. Я пошел на окраину, где, как и во всех балканских городах, все вдруг заканчивалось, будто монарх, который возвел этот унылый город, внезапно помешался и оставил калитку болтаться на одной петле. Здесь автобусы подбирали нищих вымогателей, дожидающихся, когда пыль из долин покроет их, унося в небытие. Я повернул назад и нырнул в лабиринт узких кривых улочек, которые составляли жилой район, и хотя были совершенно греческими, сильно походили на какой-нибудь английский поселок в Вест-Индии. Я часто пытался представить себе, каким будет мое приближение к Криту. По своему невежеству я считал, что остров малонаселенный, и там нет воды, кроме той, что привозят с материка. Я ожидал увидеть пустынный берег с развалинами, которые и будут к носам. А за ними также пустынную землю, напоминающую безбрежные просторы Австралии, где птица Додо, пугаясь других пернатых обитателей кустарниковых зарослей, уныло засовывает голову в песок и свистит другим своим концом. Я помнил, что мой приятель, французский писатель, заболел здесь дизентерией. Его на осле доставили к маленькой лодке, откуда по воле счастливого случая переправили на борт грузового судна, которое доставило его в бессознательном состоянии на материк. Я бродил как в тумане, останавливаясь время от времени, чтобы послушать треснутую пластинку, крутящуюся на фонографе, поставленном на стул прямо посреди улицы. Мясники были обвязаны пропитанными кровью фартуками. Они стояли у примитивных чурбанов для рубки мяса в маленьких будочках, какие еще можно увидеть в Помпеях. Иногда улочка приводила меня на площадь, окруженную свихнувшимися домами, отданными закону, администрации, церкви, образованию, болезням и безумию. Архитектура отличалась потрясающей реальностью, какая характеризует работы таких известных примитивистов, как Бумбуа, Пейроны, Кен, Салливан и Вивен. Такие детали, как кованая калитка или беззащитный бастион на ослепительном солнечном свете выступают с четкостью, от которой волосы встают дыбом, потому что такое доводится видеть на полотнах либо самых великих, либо безумных. В Ираклеоне можно рисовать все. Это путанный город из ночного кошмара, абсолютно аномальный, абсолютно неоднородный. Город Сон, подвешенный в пустоте между Европой и Африкой. Здесь пахнет сырыми шкурами, семенами тмина, смолой и субтропическими фруктами. Он был изуродован турками и заражен неопасными испарениями розовой воды. В кармане у меня лежала открытка с рекомендацией ведущему литератору Крита, приятелю Кацимбалиса. Я обнаружил его ближе к вечеру, в том самом кафе, где немцы обсуждали свои вагнеровские планы. Я буду называть его мистером Цоу-Цоу, поскольку, к сожалению, забыл его имя. Мистер Цоу-Цоу говорил по-французски, по-английски, по-немецки, по-испански, по-итальянски, по-русски, по-португальски, по-арабски, а также на народном, газетном и древнем греческих языках. Он был композитором, поэтом, ученым и любителем выпить и поесть. Он начал расспрашивать меня насчет Джеймса Джойса, Уолта Уитмена, Бритона, Рэмбо, Латриамона, Ти-Эс Эллиота, Андре-Жида, Льюиса Кэрролла, монаха Льюиса, Генриха Георга и Райнера Марии Рильке. Скажу, что спрашивал он о них так, как вы спросите о родственнике или общем друге. Он говорил о них, как о живых, хотя они и в самом деле живые. Я потер лоб. Он завелся насчет Арагона, читал ли я парижского крестьянина. Помню ли я пассаж Жафруа в Париже. Что я думаю о Сен-Джоне Персе. Или на Дю Бритона. Побывал ли я уже в Клоссе. Я обязательно должен остаться хотя бы на несколько недель. Мы вместе проедем остров с конца в конец. Он оказался очень здоровым и бодрым парнем. А когда я признался, что обожаю поесть и выпить, он крайне одобрительно улыбнулся. Он страшно сожалел, что занят вечером. Но надеялся встретиться со мной на следующий день. Ему очень хотелось представить меня маленькому кружку литераторов в Ираклеоне. Его очень возбуждало сознание, что я явился из Нью-Йорка. И он умолял меня рассказать ему что-нибудь о своем городе. Что оказалось длиннительным. Поскольку я давно уже перестал считать этот одиозный город родным. Я вернулся в гостиницу, чтобы вздремнуть. В номере было три кровати. Все весьма комфортабельные. Я внимательно прочитал объявления, призывающие не давать служащим гостинице чаевых. Номер стоил всего примерно 75 центов в сутки. Я волей-неволей стал прикидывать, сколько же драхм надо давать на чай, если у вас есть такая возможность. В гостинице было всего три или четыре постояльца. Пока я брел по широкому коридору в поисках туалета, я встретил горничную. В гостинице. 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 аппарата. Напялил на себя одежду и поспешил в ресторан рядом с фонтаном. Официант, похоже, ждал меня и готовился переводить для меня на тот иракесский английский, который приобретает странствующий грек во время своих путешествий. Я заказал холодную рыбу и бутылку темно-красного критского вина. Пока ждал заказа, я заметил мужчину, заглядывающего в большое окно. Он проходил мимо, потом возвращался через несколько минут. Наконец он решился и зашел. Он подошел прямо ко мне и заговорил со мной, по-английски. Не я ли мистер Миллер, прибывший самолетом несколько часов назад? Я подтвердил, что это я. Он попросил разрешения представиться. Он оказался мистером таким-то, вице-консулом Британии в Ираклионе. Он заметил, что я американец и писатель. Он всегда рад познакомиться с американцем. Он немного помолчал, как бы смущаясь. Потом принялся объяснять, что представился мне потому, что единственной его целью было дать мне знать, что сколько бы я не пробыл на Крите, я могу свободно им располагать. Он заявил, что родом из Мирны и что каждый грек чувствует себя вечным долгу перед американским народом. Он добавил, что готов оказать мне любую услугу. Естественной реакцией было предложить ему сесть и поужинать со мной, что я и сделал. Он объяснил, что вынужден отказаться от такой чести, поскольку обязан ужинать в лоне семьи. Но не окажу ли я ему честь и не соглашусь ли выпить кофе после ужина с ним и его женой у него дома. Как представитель великого американского народа, хотя я и был не в курсе, какую такую героическую роль мы сыграли великой трагедии с Мирны. Я вежливо принял предложение, поднялся, поклонился и пожал ему руку и проводил до дверей, где мы снова обменялись вежливыми спасибо и заверениями во взаимном почтении. Я вернулся к столу, стащил кожицу с холодной рыбы и поспешил промочить горло. Еда была еще хуже, чем днем, но обслуживание просто блеск. Весь ресторан был в курсе, что приехал выдающийся писатель и участвует в их скромной трапезе. Мистер Цоу Цоу с женой появились на минутку, чтобы взглянуть, как у меня дела, храбро восхитились аппетитным видом худосочной рыбы и исчезли с поклонами и наилучшими пожеланиями, произведя фурор среди собравшихся хозяев этого самого выдающегося ресторана в Ираклиане. Я начал ощущать себя так, будто что-то важное вот-вот случится. Я велел официанту отправить посыльного за кофе и коньяком. Никогда прежде вице-консул или какой-либо чиновник, кроме жандарма или констебля, не разыскивал меня в общественном месте. Очевидно, все дело в самолете. Он оказался своего рода гарантийным письмом. Дом вице-консула в Ираклиане производил внушительное впечатление. На самом деле он больше напоминал музей. Я чувствовал себя слегка напряженно и плохо ориентировался. Вице-консул был приятным и добрым человеком, но тщеславным, как петух. Он нервно барабанил пальцами по подлокотнику кресла, нетерпеливо ожидая, когда жена покончит с Парижем, Берлином, Прагой, Будапештом и так далее, чтобы признаться мне, что написал книгу о Крите. Он продолжал уверять жену, что я журналист, а я это оскорбление редко переношу спокойно. Но в этом случае мне было нетрудно не обижаться, потому что вице-консул считал всех писателей журналистами. Он нажал на кнопку и весьма громогласно велел горничной пойти в библиотеку и принести экземпляр книги, которую он написал о Крите. Он признался, что никогда раньше книг не писал, но, учитывая невежество и путаницу в умах обычных туристов относительно Крита, посчитал необходимым изложить на бумаге все, что он знал, о своей приемной земле, доступном ему стилем. Он согласен, что сэр Артур Джон Эванс изложил все в безукоризненном стиле, но имелись небольшие детали, разумеется пустяки в сравнении с основным материалом, который работа такого масштаба и великолепия просто не может охватить. Он продолжал разглагольствовать о своем шедевре цветистое, напыщенно и витиевато. Он еще сказал, что такой журналист, как я, может стать одним из немногих, кто способен оценить, что он сделал для Крита и т.д. т.п. Он протянул мне книгу, чтобы я взглянул на нее. Он держал ее так, будто это Библия Гутенберга. Я мельком посмотрел на нее и сразу понял, что передо мной один из популярных мастеров реальности, родной брат человека, нарисовавшего свидание с душой. Он с фальшивой скромностью поинтересовался, в порядке ли английский, ведь это не родной его язык. Смысл был такой, что напишу он книгу по-гречески, она вообще была бы выше всякой критики. Я вежливо поинтересовался, где я могу приобрести экземпляр этого безусловно необыкновенного творения, на что он ответил, что если я зайду к нему в офис с утра, он презентует мне книгу как память о замечательной встрече двух умов, настроенных на великолепие прошлого. Это было лишь начало кучи того дерьма, которое я был вынужден выслушать, прежде чем мне удалось распрощаться. За сим последовал рассказ о трагедии Смирны с детально душераздирающим описанием ужасных преступлений, совершенных турками в отношении беззащитных греков и милосердного вмешательства американского народа, о чем каждый грек будет помнить до могилы. Пока он же выписал ужасы и страдания, я отчаянно пытался вспомнить, что делал я в этот черный момент в истории Греции. Судя по всему, трагедия случилась в один из тех продолжительных периодов, когда я бросил читать газеты. Я абсолютно ничего не помнил об этой катастрофе. Самое большее, на что я был способен, это восстановить в памяти, что событие, скорее всего, случилось в тот год, когда я искал работу без малейшего намерения ею заняться. Мне это напомнило, что несмотря на свое, как мне казалось, отчаянное положение, я даже не удосужился просматривать газетные колонки требуется. На следующее утро я поехал в КНОС автобусом. Чтобы добраться до развалин, пришлось от остановки примерно милю протопать пешком. Я был в таком приподнятом настроении, что, казалось, шел по воздуху. Наконец, моя мечта готова была сбыться. Небо затянуло и даже пошел мелкий дождь. Снова, как в Микенах, я чувствовал, как меня притягивает к этому месту. Наконец, я сделал последний поворот и остановился, словно вкопанный. У меня было впечатление, что я достиг своей цели. Оглянулся, разыскивая руины, но ничего не увидел поблизости. Несколько минут я стоял неподвижно, сматриваясь в ровные контуры окружающих холмов. Это то место, сказал я себе, я не мог ошибиться. Я вернулся немного назад и прошел через поле, потом спустился в глубокое ущелье. Вдруг слева я обнаружил убогий павильон с колоннами, окрашенными в грубые яркие цвета. Дворец короля Миноса. Я находился у заднего входа в развалины, среди останков строений, которые выглядели так, будто их выпотрошил пожар. Я обошел холм, чтобы найти главный вход и пристроился к небольшой группе греков, идущих за гидом, говорившим на языке для меня абсолютно непонятным. Было много споров относительно эстетики реставрационных работ сэра Артура Эванса. Я мнения не имел, просто принял это как факт. Как бы ни выглядел Кнос в прошлом и какой бы вид он не приобрел в будущем, этот воссозданный Эвансом будет единственным, какой мне довелось увидеть. Я благодарен ему за то, что он сделал, дав мне возможность спуститься по великолепной лестнице, посидеть на замечательном троне, копия которого в Гаагском мирном трибунале сейчас почти такая же реликвия прошлого, как и оригинал. Кнос во всех его проявлениях призван олицетворять великолепие и благоразумие сильного и мирного народа. Он весел, весел, здоров, чист и целебен. Простые люди сыграли большую роль, это очевидно. Говорят, что в течение его длинной истории здесь испытывались все известные человеку формы правления. Я бы сказал, что во многом по духу он ближе к современности, к 20 веку, чем более поздние эпохи эллинского мира. Можно ощутить влияние Египта, домашнюю человеческую близость к миру этрусков, мудрость и общественный дух инков. Я не делаю вид, будто знаю, но я чувствую, это со мной нередко случается в развалинах, что здесь долгие века царил мир. Есть в Кносе что-то приземленное, какая-то особая атмосфера, которая возникает, если заговорить по-китайски или по-французски. Религиозный аспект тут изящно притушен. Женщины играют важную равную роль во всех делах. Настроение у всех явно бодрое. Короче, основным мотивом является радость. Чувствую, что человек живет, чтобы жить, что его не терзают мысли о жизни после смерти, не подавляет и не ограничивает чрезмерное почитание духов предков, что он религиозен лишь той степени, какая подходит человеку, что он использует все попадающееся под руку по максимуму и старается получить все возможное от каждой проходящей минуты. Кнос – мирской в лучшем смысле этого слова. Цивилизация, которую он олицетворял, развалилась на куски за полторы тысячи лет до пришествия Спасителя, завещав западному миру самое великое, что когда-либо было известно человеку – алфавит. Это открытие увековечено в другой части острова, в гортине, увековечено в огромных каменных плитах, которые протянулись по окрестностям, подобно миниатюрной китайской стене. Сегодня магия покинула алфавит. Сегодня алфавит – просто мертвая форма для выражения мертвых мыслей. Возвращаясь к автобусу, я остановился в маленькой деревне, чтобы напиться. Контраст между настоящим и прошлым казался колоссальным, как будто был утерян секрет жизни. Собравшиеся вокруг меня мужчины смахивали на немытых дикарей. Они были гостеприимны и исключительно дружелюбно настроены, но в сравнении с миноицами больше походили на неухоженных домашних животных. Я не имею в виду полное отсутствие всякого комфорта, потому что с этой точки зрения для меня нет большой разницы между греком-крестьянином, китайским куле и американским бродягой-разнорабочим. Я имею в виду отсутствие тех важных компонентов жизни, без которых немыслимо настоящее общество человеческих существ. Основной огромный дефицит, который чувствуется везде в нашем цивилизованном мире – это полное отсутствие чего-либо, даже отдаленно напоминающего общественное существование. Мы превратились в духовных кочевников – все, что имеет отношение к душе, выброшено на ветер подобно мусору. С какой временной точки не посмотри, деревня Агия, Триада, является идеалом постоянства, целостности и значительности. Если нищая греческая деревня такая, о какой я сейчас рассказываю, и каких тысячи в Америке украшает свою убогую тупую жизнь такими новшествами, как телефон, радио, машина, трактор и т.д., значение слова «общественный» настолько искажается, что начинаешь сомневаться. Что же имеется в виду под словосочетанием «человеческое общество»? Нет ничего человеческого в этих случайных скоплениях существ. Они находятся ниже любого известного уровня жизни на этой земле. Они даже во всех отношениях меньше пигмеев, которые настоящие кочевники, блаженную и уверенно блуждающие в жуткой грязи, но зато свободные. Попивая воду, имевшую какой-то странный привкус, я слушал одного из этих великолепных бабуинов, вспоминавшего о своей жизни в Нью-Йорке. Он держал там кондитерскую лавку и был явно благодарен Америке за то, что она дала ему возможность скопить несколько тысяч долларов, позволивших вернуться на родину и продолжить ту унизительную рабочую жизнь, к которой он привык. Он сбегал домой за американской книгой, которую сохранил в качестве сувенира, напоминающего о тех замечательных днях, когда он делал деньги. Это оказался фермерский альманах, загнутыми углами, грязный и засиженный мухами. Здесь, в колыбели нашей цивилизации, грязный бабуин протянул мне свою печатную драгоценность — альманах. Мы с владельцем альманаха сидели за столиком на обочине дороги, в центре группки деревенских жителей. Я заказал всем коньяк и сдался на милость переводчика. Подошел мужчина и ткнул жирными волосатым пальцем фотографии сельскохозяйственного орудия. Переводчик сказал «хорошая машина, ему нравится». Другой взял альманах в руки и начал его перелистывать волосатым большим пальцем, время от времени похрюкивая, чтобы продемонстрировать получаемое удовольствие. Переводчик неожиданно сказал «очень интересная книга». Ему нравится альманах. Ему нравится американский книга. Внезапно он обнаружил приятеля в толпе и позвал «иди сюда». Он представил его мне. «Ник, он работать в Мичиган, большой ферма, он тоже любит Америка». Мы с Ником пожали друг другу руки. Он заговорил «ты Нью-Йорк, я тоже бывать в Нью-Йорк раз». Он повел руками, изображая небоскребы. Потом начал оживленно говорить с присутствующими. Тишина, которую нарушил переводчик. «Они хотят знать, как тебе Греция». «Замечательно», — ответил я. Он засмеялся. «Греция очень бедная страна. Нет денег. Америка богатая. Там у всех есть деньги, да?» Я подтвердил, чтобы утешить его. Он повернулся к остальным и объяснил, что я согласился. «Да, Америка очень богатая страна. Все богатые, куча денег». «Сколько еще быть в Греции?» — спросил он. «Может год, может два», — ответил я. Он снова рассмеялся, как будто я был идиотом. «Какой твой бизнес?» Я сказал, никакого бизнеса. «Ты миллионер?» Я объяснил, что очень беден. Он еще пуще раз хохотался. Остальные внимательно слушали. Он быстро что-то проговорил, обращаясь к ним. «Что ты хотеть выпить?» — спросил он. «Люди Крита любить американцев. Люди Крита хорошие люди. Ты любишь коньяк, да?» Я кивнул. Тут как раз подошел автобус. Я сделал движение, собираясь подняться. «Нет спеха», — заметил переводчик. «Он пока не уезжать. Он здесь пописать». Остальные улыбались. О чем они думали? Что я псих, которого занесло на Крит? Меня еще раз спросили насчет бизнеса. Я сделал жест, будто пишу. «А, догадался переводчик газета». Он хлопнул в ладоши и возбужденно заговорил с владельцем гостиницы. Принесли греческую газету. Он сунул ее мне в руки. «Ты это читать?» Я отрицательно покачал головой. Он вырвал газету из моей руки. Принялся вслух читать заголовки. По-гречески. Остальные торжественно слушали. Пока он читал, я разглядел дату. Газета была месячной давности. Переводчик начал переводить для меня. Он говорит президент Рузвельт не хотеть сражаться. Гитлер плохой. Он скачал, отнял у одного из слушателей трость, приложил ее к плечу и сделал вид, что стреляет в упор. Пиф-паф. Все от души рассмеялись. «И я…» Он большим пальцем ткнул себе в грудь. «Я есть хороший солдат. Я убивать турков. Много турков. Я убивать, убивать, убивать…» И он скорчил жуткую кровожадную гримассу. «Люди Крита – хорошие солдаты. Итальянцы – не годится». Он подошел к одному из мужчин и схватил его за воротник. Сделал жест, будто перерезает ему горло. «Итальянцы – фу!» Он сплюнул на землю. «Я убить Муссолини. Вот так. Муссолини плохой. Грек – не любить Муссолини. Убивать всех итальяшек». Он сел, усмехаясь и похохатывая. «Президент Рузвельтон помогать грек. Так?» Я кивнул. «Грек – хороший воин. Всех убивать. Никого не бояться. Смотри. Я один человек». Он показал на других. «Я один грек». Он снова показал на других. Опять схватил трость и начал размахивать ею, как дубинкой. «Мы убивать всех. Немец, итальяшка, русский, турок, француз. Грек – не бояться». Слушатели рассмеялись и одобрительно кивали. Довольно убедительно, если не сказать больше. Автобус собрался трогаться. Казалось, проводить меня сбежала вся деревня. Я залез в автобус и помахал на прощание. Вперед выступила маленькая девочка и протянула мне букетик цветов. Переводчик закричал «Ура!». Неуклюжий парень завопил порядок. И все рассмеялись. В тот же день после ужина я пошел погулять на окраину города. Мне казалось, я иду по земле уж. Направлялся я к ярко освещенному кафе, видневшемуся вдали. Примерно в миле от меня, такое у меня создалось впечатление, надрывался громкоговоритель, сообщая военные новости сначала на греческом, потом на французском, а затем на английском. Он объявлял новости по всей пустыне. Говорит Европа. Европа казалась далекой, расположенной на каком-то другом континенте. Шум оглушал. Внезапно с противоположной стороны заблажил еще один. Я повернул назад, направляясь к маленькому парку перед кинотеатром, где афиши возвещали о показе западной картины. Я прошел мимо чего-то, показавшегося мне огромной крепостью, окруженной сухим рвом. Небо нависло низко над головой, по нему бы раздели облака, между которыми время от времени пробивалась луна. Я почувствовал себя вне мира, отрезанным, чужим в любом смысле этого слова. Усилители только углубляли это чувство изоляции. Похоже, они перешли на другой, более высокий регистр, чтобы донести новости в места, отдаленные от меня. В Абиссинию, Аравию, Персию, Белуджистан, Китай, Тибет. Волны проходили над моей головой. Они не могли предназначаться к Риту. Они попали сюда случайно. Я нырнул в узенькие боковые улочки, которые привели меня на площадь. Я вошел прямо в толпу, собравшуюся вокруг палатки, где показывали уродов. Сидящий перед входом мужчина наигрывал на флейте странную мелодию. Он задрал флейту высоко к луне, которая тем временем стала больше и ярче. Из палатки вышла танцовщица, таща за руку кретина. Толпа захихикала. Как раз в этот момент я повернул голову и, к своему удивлению, увидел женщину с вазой на плече, спускающуюся босиком с небольшой горки. Она обладала грацией и изяществом фигур на старинных фризах. За ней плелся ослик, нагруженный кувшинами. Звуки флейты становились все более странными, более настойчивыми. Мужчины в тюрбанах, черных одеждах и белых высоких сапогах проталкивались к открытой палатке. Стоящий рядом со мной крестьянин держал за ноги двух верещащих цыплят. Он прирос к земле, как загипнотизированный. Справа от себя я разглядел бараки, путь к ним преграждала будка часового, около которой взад-вперед ходил солдат в белой юбке. Это все, что можно было увидеть, но для меня сцена была полна очарования мира, которую мне еще предстояло узнать. Еще до отплытия на Крит, я думал о Персии и Аравии и более далеких странах. Крит для меня трамплин. Когда-то он был живым плодородным центром, пупом мира, а сейчас напоминает потухший кратер. Прилетает самолет, берет вас за шкирку и выплевывает где-нибудь в Багдаде, Самарканде, Белуджистане, Фитсане, Тимбукту, только бы денег хватило. Все эти когда-то сказочные места, от одного названия которых перехватывает дыхание, сейчас превратились в плавучие островки в бурном море цивилизации. Они ассоциируются с такими товарами для дома, как каучук, олово, перец, кофе, карбрунд и т.д. Местные жители изгои, эксплуатируемые осьминогом, чьи щупальцы тянутся всюду, от Лондона, Парижа, Берлина, Токио, Нью-Йорка, Чикаго до ледяных гор Исландии и диких лесов Патагонии. Свидетельства этой так называемой цивилизации разбросаны как попало везде, куда достали длинные скользкие щупальца. Никого не удалось цивилизовать, ничего не изменилось по существу. Некоторые из тех, кто раньше ел руками, теперь пользуются ножом и вилкой. У некоторых в хибарах появился электрический свет, заменив керосиновую лампу или свечу. У некоторых на полке вместо мушкета или ружья стоят магазинные каталоги сирс-робок и святая Библия. У некоторых появились автоматические пистолеты вместо дубинки. Некоторые пользуются деньгами вместо ракушек или каури. Некоторые надели соломенные шляпы, которые им вовсе без надобности. Некоторые обрели Иисуса, но не знают, что с ним делать. Но все они сверху донизу обеспокоены, неудовлетворены, завистливы и больны сердцем. Все они в душе страдают от рака и проказа. Наиболее невежественному и убогому из них можно сунуть в руку винтовку и заставить сражаться за цивилизацию, которая не дала ему ничего, кроме убожества и деградации. Громкоговоритель, на языке которого они не понимают, возвещает о победе или поражении. Мир сошел с ума. Если вы немного отстранитесь, то выясните, что он еще более безумен, чем вам казалось. Самолет несет смерть, радио несет смерть, пулемет несет смерть, консервы несут смерть, трактор несет смерть, священник несет смерть, школу несут смерть, электричество несет смерть, канализация несет смерть, фонограф несет смерть, ножи и вилки несут смерть, книги несут смерть. Само наше дыхание, наш язык, наши мысли, наши деньги, наша любовь, наше милосердие, наша гигиена, наша радость несут смерть. Не важно, друзья мы или враги, не важно, как мы себя называем, японец, турок, русский, француз, англичанин, немец или американец, куда бы мы ни пошли, мы всюду бросаем тень, где бы мы ни дышали, мы отравляем и разрушаем. — Ура! — заорал грек, — я тоже завопил, ура, ура цивилизации, ура, мы всех вас убьем до единого повсюду, ура смерти, ура, ура. На следующее утро я зашел в музей, где, к своему удивлению, повстречал мистера Цоуцова в компании мошенников-небелунгов. Он, похоже, очень смутился, что его застали в их обществе, но, как он объяснил мне позднее, Греция все еще нейтральная сторона, а у них имелись рекомендательные письма от людей, которых он считал друзьями. Я сделал вид, что увлечен разглядыванием минойской шахматной доски. Он настоял на том, чтобы встретиться позднее в кафе. Когда я покидал музей, у меня начались такие желудочные колики, что я наделал в штаны. Я сразу же подумал о своем друге-французе. К счастью, у меня в записной книжке имелся рецепт против подобных неприятностей, который мне дал турист-англичанин. Я встретил его в баре в Ницце. Я вернулся в гостиницу, переоделся, свернул грязную одежду в тугой комок, собираясь сбросить ее во враг и, вооруженный рецептом английского путешественника, рванул в аптеку. Мне пришлось идти довольно долго, прежде чем удалось незаметно избавиться от свертка. К этому времени колики начались снова. Шоток на дно оврага, недалеко от дохлой лошади, над которой кружились зеленые мухи. Аптекарь говорил только по-гречески. Диарея – одно из тех слов, которые никому не придет в голову включать в разговорники. А хороший рецепт пишется на латыни, которую обязан знать любой аптекарь. Но кое-кто из греческих аптекарей составляет исключение. К счастью, этот человек знал несколько французских. Он сразу же меня спросил, не англичанин ли я. И когда я кивнул, он кинулся прочь и через несколько минут вернулся жизнерадостным греком, оказавшимся владельцем кафе. Я быстро объяснил, в чем дело, и после короткого общения с аптекарем, кофе-владелец объявил мне, что такое лекарство не может быть изготовлено, но у аптеки есть лучшее средство для подобных случаев. Состояло оно в том, чтобы ничего не есть и не пить, кроме пропитанного водой риса с лимонным соком. Аптекарь не отнесся серьезно к моей беде, через несколько дней пройдет. Со всеми поначалу так бывает. Я вернулся в кафе вместе со здоровым малым, который называл себя Джимом, и выслушал длинный рассказ о его жизни в Монреале, где он хорошо заработал, содержал ресторан, а потом все спустил на биржи. Он радовался возможности снова поговорить по-английски. «Не пейте здесь воду», – предупредил он. «Я привожу воду из родника за 20 миль, вот почему у меня так много клиентов». Мы сидели и беседали в зимах в Монреале. Джим приготовил для меня специальный напиток, который, как он сказал, пойдет мне на пользу. Я подумывал, а не съесть ли мне хорошую плошку густого рисового супа. Человек, сидящий рядом, потягивал на ргеле. Он пребывал в полном трансе. Внезапно я снова оказался в Париже, слушая рассказ моего оккультного приятеля Урбанского, который как-то зимой отправился в бордель в Монреале, а выбрался оттуда уже весной. Я и сам бывал в Монреале, но вижу его починами, а глазами Урбанского. Я чувствую, что стою в его ботинках, поджидая трамвай, который должен отвезти меня на окраину города. Мимо проходит довольно элегантная дама, закутанная в меха. Она тоже останавливается у остановки трамвая. Почему вдруг возникло имя Кришнамурти? И она уже говорит о топике в Канзасе. И мне кажется, что я прожил там всю жизнь. Мысль о Гроге тоже возникает вполне естественным путем. Мы стоим у дверей большого дома, у которого довольно заброшенный вид. Дверь открывает негритянка. Это ее дом. Именно так она его описывала. Здесь тепло и уютно. Иногда звенит дверной звонок. Слышится приглушенный смех, звон бокалов, шаркающие шаги в шляпанцах через холл. Я слушал этот рассказ с таким вниманием, что он стал частью моей собственной жизни. Я могу почувствовать те нежные цепи, которыми она опутала его слишком мягкую кровать, приятную сонную лень Паши, который удалился от мира на время снега и льда. Весной он ускользнет. Но я, я останусь. Вот как сейчас, когда я забываюсь, то оказываюсь среди роз, пытаясь растолковать ей загадку Арджуна. Ближе к вечеру я пошел в кафе, чтобы встретиться с мистером Цоу Цоу. Он настаивал, чтобы я отправился с ним в его студию, где он мог бы представить меня небольшому кружку литераторов. Я же все думал о миске риса и о том, как бы ее заполучить. Его убежище было упрятано на чердаке полуразрушенного дома, который настойчиво напомнил мне библейское место рождения Ионы, Маносе. Место походило на нору, которую устроил по себе святой Иеремия во время своих скитаний по чужим землям. Снаружи в Ираклионе правило Августин. Здесь же среди пыльных книг, картин, музыки был мир Иеремии. Еще дальше, в самой Европе, другой мир должен был вот-вот разрушиться. Вскоре придется приезжать на Крит, чтобы найти следы исчезнувшей цивилизации. В маленьком убежище Цоу-Цоу можно было найти все, что составляло культуру Европы. Эта комната будет жить дальше, как жили монахи в стародавние времена. По одному подтягивались его друзья. Все больше поэты. Говорили в основном по-французски. Снова всплыли имена Элиота, Бретона, Рэмбоа. Джойса они считали сюрреалистом. Они полагали, что Америка переживает культурное возрождение. Мы поспорили. Я не переношу идеи, угнездившиеся в умах маленьких людишек, что Америка надежда всего мира. Я заговорил о выглях, современных прозаиках и поэтах Греции. Они не сошлись в мнениях по поводу многих из них. Они не верили собственных художников. Мне это было отвратительно. Принесли еду и вино, а также чудесный виноград. Но мне от всего пришлось отказаться. Я-то думал, вы любите поесть и выпить, заметил Цоу-Цоу. Я объяснил, что у меня расстроен желудок. Да будет вам. Немного холодной рыбы не повредит, настаивал он. И это вино, вы просто должны его попробовать. Я его специально для вас заказывал. Законы гостеприимства заставили меня согласиться. Я поднял стакан и провозгласил тост за будущее Греции. Кто-то настоял, чтобы я попробовал замечательные оливки и знаменитый козий сыр. Вокруг не рисинки. Я уже видел, как снова ныряю на дно оврага к дохлой лошади и жирным зеленым ухом. А как насчет Синклера Льюиса? Он тоже точно один из величайших писателей Америки. Когда я ответил отрицательно, они все засомневались в моих способностях как критика. Тогда кто же был, настаивали они, великим американским писателям? Уолт Уитмен, заявил я. Он у нас единственный великий. А Марк Твен? Для подростков, ответил я. Они засмеялись точно так же, как накануне смеялись надо мной троглодитом. Так вы считаете, что Рэмбо более велик, чем все американские поэты вместе взятые? Вызывающе спросил меня один молодой человек. Да, считаю. И еще я считаю, что он более велик, чем все французские поэты вместе взятые. Это заявление было подобно разорвавшейся бомбе. Как водится, самых пылких защитников французской традиции можно встретить только за пределами Франции. Цауцову полагал, что они должны предоставить мне возможность высказаться. Он считал, что мое отношение типично в американском духе. Он захлопал в ладоши. Примерно так обычно аплодирует дрессированному морскому льву, умеющему играть на тарелках. Я был слегка подавлен этой атмосферой бессмысленного спора. Я пространно высказался на плохом французском, признав, что никакой я не критик, что я пристрастен, что я не испытываю преклонения ни перед чем, кроме того, что мне нравится. Еще я признал, что я невежда. Они принялись яростно возражать. Я сказал, что лучше я им что-нибудь расскажу. И начал рассказывать о бродяге, который пытался выклинчить у меня пятак, когда я шел к Бруклинскому мосту. Я поведал, как машинально сказал нет, но потом, пройдя несколько шагов, сообразил, что он просил меня о чем-то, побежал назад и поговорил с ним. Но вместо того, чтобы дать ему пятак или даже четвертак, что я вполне мог себе позволить, я начал объяснять, что сам без гроша хотел, чтобы он это знал, вот и все. Тогда тот бродяга сказал мне, «Ты это серьезно, парень? Ну, если такие дела, я рад буду сам дать тебе пятак». Я позволил ему дать мне монетку. Тепло поблагодарил его и ушел. Мой рассказ показался им интересным. «Значит, вот так дела обстоят в Америке. Странная страна. Там все, что хочешь, может случиться». «Да», — согласился я, — «странная страна». А про себя подумал, как же это здорово не находиться там больше, если Бог позволит никогда туда не возвращаться. «А что, Греция вам так сильно нравится?» — спросил кто-то. Я улыбнулся. «Свет и нищета», — сказал я. «Да вы романтик», — заметил один. «Да», — согласился я. «И достаточно безумен, чтобы верить, что самый счастливый человек на свете, тот, кому очень мало надо. И еще я верю, что если у вас есть свет, такой как здесь, у вас всякое уродство исчезнет». «Приехав в вашу страну, я узнал, что свет священен. Греция для меня священная страна». «Но вы же видели, как бедствуют люди, как ужасно они живут». «В Америке я видел кое-что и похуже», — сказал я. «Одной нищеты недостаточно, чтобы сделать человека несчастным». «Вы так говорите, потому что вас самого достаточно». «Я имею право так говорить, потому что всю свою жизнь был беден», — возразил я. И добавил. «Я и сейчас беден. У меня хватит денег, чтобы вернуться в Афины, а там мне уже придется думать, где бы достать еще. Меня поддерживают не деньги, я живу верой в себя, в свои силы. Я миллионер духом. Возможно, это самое лучшее свойство Америки. Ты веришь, что сможешь подняться снова». «Да-да», — закивал Цоу-Цоу, — «это самое лучшее в Америке. Там не знаешь, что нанесет тебе последний удар». Он снова наполнил стаканы и поднялся, чтобы произнести тост. «За Америку», — воскрикнул он. «Долгих ей лет. За Генри Миллера», — добавил другой, — «потому что он верит в себя». Я добрался до гостиницы как раз вовремя. С завтрашнего дня придется сесть на рисовую диету. Я увлекся на кровать и принялся наблюдать за мужчинами с закатанными рукавами в окне через дорогу. Сцена напомнила картины, которые мне приходилось наблюдать на убогих чердаках поблизости от центральной гостиницы Бродвей в Нью-Йорке, например, на улицах Грин или Бликер. Промежуточная зона между большими деньгами и унижениями самой постылой жизни. Представители бумажной братья, целлюлоидные воротнички, вьющиеся растения, мышеловки. Луна пробиралась между облаками. Африка совсем рядом. На другом конце острова есть место, называется Фест. Я уже начал засыпать, когда в дверь постучала мадам Сведенборг и сообщила, что мне звонили от префекта полиции. «Что ему надо?» – спросил я. Она не знала. Я начал беспокоиться. Слово «полиция» всегда наводило на меня панику. Я машинально поднялся и принялся искать «Перми де Сежур». Я тщательно изучил документ, чтобы убедиться, что я анрегль. «Что этому гаду от меня нужно?» «Станет ли он спрашивать, сколько у меня с собой денег?» В отдаленных местечках они всегда находят какие-нибудь мелочи, чтобы тебя прищучить. «Вивля Франц!» – пробормотал я без особой задумчивости. Другая мысль осенила меня. Я быстро натянул халат и принялся бродить с этажа на этаж, чтобы увериться, что легко могу найти туалет, если вдруг понадобится. Мне хотелось пить. Я позвонил и поинтересовался, нет ли у них минеральной воды. Горничная не смогла понять, о чем это я. «Вода, вода!» – повторял я, оглядываясь вокруг в поисках бутылки, чтобы проиллюстрировать, что мне нужно, но ничего не попадалось на глаза. Она исчезла и вернулась к кувшинам воды со льдом. Поблагодарив ее, я выключил свет. Язык пересох. Я встал и смочил губы, боясь, что хоть капля воды попадет в мое горящее горло. На следующее утро я сообразил, что забыл позвонить вице-консулу насчет обещанной книги. Я направился в его офис и стал ждать, когда он появится. Он прибыл, сияя от удовольствия. Он уже надписал книгу. Он хотел, чтобы я поделился с ним моими впечатлениями, сразу же, как прочту его произведение. Как можно деликатнее, я заговорил о рисовой проблеме, едва отбившись от его предложения посетить колонию прокаженных здесь на острове. Вареный рис? Нет ничего проще. Его жена с удовольствием будет снабжать меня им ежедневно. Меня несколько растрогала его готовность помочь мне. Я попробовал представить себе французского чиновника на его месте и отказался от этого занятия. Это было немыслимо. Зато мне вспомнилась француженка, владелица табачной лавки, в одном из районов, где я жил несколько лет. Которая однажды, когда мне не хватило двух су, вырвала пачку сигарет из моей руки и заорала диким голосом, что они не имеют возможности торговать в кредит. Еще мне припомнилась сцена в Бестро, куда я тоже часто захаживал, где мне отказали в двух франках, которых мне не доставало для того, чтобы посмотреть фильм. Я вспомнил, как разозлился, когда та женщина сделала вид, будто она не владелица лавки, а просто кассирша. И как в Бестро, я вытащил мелочь из кармана, чтобы показать, что у меня есть деньги, и выбросил их на улицу со словами «Вот что я думаю о ваших паршивых франках». А официант немедленно бросился на улицу и начал разыскивать в грязи эти паршивые монетки. Некоторое время спустя, гуляя по городу, я остановился около магазинчика рядом с музеем, где торговали сувенирами и открытками. Я лениво перебрал открытки. Те, что мне понравились, оказались морщенными и в жирных пятнах. Продавец, свободно говоривший по-французски, предложил мне привезти открытки в божеский вид. Он попросил меня подождать несколько минут, пока он сбегает домой, вычистит и выгладит их. Они будут выглядеть как новые. Я так изумился, что не успел ничего возразить. Он исчез, оставив меня приглядывать за магазином. Через несколько минут появилась его жена. На мой взгляд, для гречанки она выглядела странно. Уже через несколько секунд я понял, что она француженка. Она же, обнаружив, что я приехал из Франции, была рада поболтать со мной. Мы прекрасно ладили, пока она не заговорила о Греции. Она ненавидит Крит, заявила она. Слишком сухо, слишком пыльно, слишком жарко, слишком голо. Она скучала по прекрасным деревьям Нормандии, садам с высокими заборами, фруктовым деревьям и так далее. Я с ней не согласен. Я резко заявил нет. Без ее, воскликнула она, с таким видом, будто я закатил ей пощечину. Я ничего не потерял, левящей убедительности, добавил я. Я нахожу, что здесь чудесно. Мне не по душе ваши сады с высокими заборами. Мне не нравятся ваши фруктовые деревья и тщательно обработанные поля. Мне нравится вот это. Я показал на пыльную дорогу, по которой отрешенно брел тяжело нагруженный ослик. Но здесь же не цивилизованно, визгливо воскликнула она, напомнив мне ту владелицу табачной лавки на улице Томбесуар. «Жеменфу де ла сивилизасьон европейен», проговорил я. «Месье», повторила она, взерошив перья и посинев от злости. В момент появился ее муж с открытками, прошедшими сухую чистку. Я тепло поблагодарил его и купил еще несколько открыток, выбранных на удачу. Я стоял оглядываясь, размышляя, что бы еще такое купить, чтобы выразить свою признательность. Женщина решила забыть о моих замечаниях и всучить мне хоть какой-нибудь пустяк. Она держала в руке шарф ручной вязки и поглаживала его, любуясь его великолепием. «Спасибо», – поблагодарил я. «Я шарфов не ношу». «Но это же замечательный подарок», – возразила она, – «скрита, который вам так нравится». Тут навострил уж ее муж. «Вам здесь нравится?» – спросил он, одобрительно глядя на меня. «Чудесное место», – сказал я. «Самое красивое, какое я когда-либо видел. Мне хотелось бы прожить здесь всю жизнь». Женщина с отвращением отбросила шарф. «Приходите снова», – взмолился ее муж. «Мы с вами выпьем, верно?» Я пожал ему руку и холодно кивнул жене. «Вобла сушеная», – подумал я. «Как может настоящий грек жить с такой мымрой? Она наверняка уже ест его поедом за то, что он так унижался с ее точки зрения перед иностранцем. Я представил себе, как она говорит своим противным визгливым голосом «les américains, ils sont tous les mêmes, ils ne savent pas ce que c'est la vie, des barbares quoi?» И я ответил ей беспечно, с этой душной, пыльной дороги, где мухи кусались, как припадочные, солнце жгло бородавки на моем подбородке, а земля ур расстилалась вокруг в опьяненной пустоте. «Oui, tu as raison, salope que tu es, mais moi, je n'aime pas le jardin, les peaux de fleurs, la ptivie, adoucie. Je n'aime pas la normandie, j'aime le soleil, la nudité, la lumière». Облегчив душу, я впустил в сердце песню, славя Господа за то, что великая негритянская раса, единственная сдерживающая Америку от распада, никогда не страдала таким пороком, как экономия. «Я позволил своему сердцу спеть песню в честь дюка Эллингтона, этой учтивой сверхцивилизованной кобры с двумя конечностями и стальными пальцами, и каунта Бейси. Позвал тебя вчера, а ты пришла сегодня, давно утерянного брата Асидора Дюкассе и последнего предка по прямой линии великого единственного Рэмбо. Мадам, уж коль скоро речь зашла о садах, позвольте мне раз и навсегда рассказать вам, как все происходило. Вот какая картинка вырисовывается. Как говаривал Джо Дарли из Демойна, барабаны создают ощущение присутствия. Я начну с давних пор, с ту степа а-ля Гуисманс. Мадам, вот как все было. Когда-то давно была земля, не было на ней ни садов, ни заборов. Был лишь человек буги-вуги Агамемнон. В положенное время он родил двух сыновей, Эпоминонда и Луи Армстронга. Апоминонд был за войну и цивилизацию. Предательским путем даже ангелы рыдали, осуществил свои чаяния, принеся белую чуму, достигшую подвалу дворца Клетимнестры, где сейчас сточный колодец. Луи был за мир и радость. Мир это прекрасно, кричал он с утра до вечера. Агамемнон, заметив, что один из его сыновей мудр, купил ему золотой инструмент и велел, иди, и трубой возвещай мир и радость для всех. Он ничего не сказал про сады и заборы вокруг них. Он ничего не говорил насчет строительства соборов. Он сказал, иди, сын мой, и играй для всех. И Луи пошел в мир, который уже впал в печаль, и ничего не взял с собой, кроме золотого инструмента. Луи скоро обнаружил, что мир поделен на черных и белых, причем резко и несправедливо. Луи хотел, чтобы все было золотым. Не таким золотым, как монеты или икона, а золотым, как спелые колоси пшеницы, как золотарник. Золотым так, чтобы каждый мог посмотреть, потрогать и ощутить. Когда Луи добрался до Манымвасии, находящейся в нижней части Пелопоннеса, он сел в поезд до Мемфиса. В поезде было полно белых, которых его братец Ипоминонт свел с ума несчастьями. Луи очень хотелось покинуть поезд и омыть свои пораненные гудящие ноги в реке Иордан. Ему хотелось играть в синеве, играть до изнеможения. Так вышло, что поезд остановился у станции таксида, недалеко от угла Мэнсон-стрит. И самое время, потому что Луи чувствовал, что больше не выдержит. Тогда он вспомнил слова отца, великого Агамемнона, который однажды сказал «Соберись, набери полную грудь воздуха и тогда дуй». Луи приложил толстые ласковые губы к трубе и дунул. Он выдал одну великую печальную ноту, и на глазах его появились слезы, и пот потек по шее. Луи чувствовал, что несет покой и радость всему миру. Он снова наполнил легкие воздухом и выдал такую расплавленную ноту, которая докатилась до небес, замерла там и повисла, как унизанная алмазами звезда. Луи стоял и крутил инструментом, пока тот не превратился в один огромный пульсирующий комок экстаза. Пот стекал с него ручьем. Он был так счастлив, что даже глаза начали потеть и превратились в два золотых озерца радости, одно из которых он назвал королем Фиф в честь Эдипа, своего ближайшего родственника, дожившего до встречи со сфинксом. Рано или поздно наступило 4 июля. К тому времени Луи уже подружился кое с кем, пока играл в новых краях. Один был графом, другой герцогом. На руках они носили белые перчатки, но когда эта печальная джазуха им надоела, они стягивали перчатки и начинали лобать так, что небесам становилось жарко. Каунт был допалым специалистом, маленький, круглый, как беседка, с маленькими усиками. Он всегда начинал трень-трень. Трень для яда, трень для поджога. Он был тихим и спокойным, вроде сосредоточенной гориллы. И когда увязал в герундиях, начинал говорить по-французски, как маркиз, или бормотать по-польски, или на литовском. Он никогда не начинал одинаково. И когда подходил к концу, то в отличие от отравителей и поджигателей, всегда заканчивал. Он замолкал внезапно, рояль тонул вместе с ним, до следующего раза. Дюк же всегда спускался вниз, в халате, на серебряной подкладке. Образование Дюк получил на небесах, где в ранней молодости научился играть на жемчужной арфе и других струнных инструментах божественного царства. Он был всегда учтив, всегда собран. Когда улыбался, вокруг рта образовывалась эктоплазменная пена. Его любимое настроение – блюз, когда ангелы и весь мир спят. Разумеется, были и другие. Джо – шоколадный херщик, у которого уже начинали прорезаться крылышки. Большой Сид – Фетц и Элла. Да иногда Лайонел – золотой мальчик, который все свое носил в шляпе. И, конечно, был Луи – такой, как он есть, с его широкой улыбкой на миллион долларов, улыбкой, как сама долина Аргив, и гладкими, отполированными ноздрями, сияющими подобно листьям магнолия. В тот памятный день они собрались все вместе и устроили джеймс-сэшен – миссионерский джем. То есть чик, который постоянно сверкал зубами и напоминал молнию с перцем, мотался в джунгли обратно, подобно легкому ветерку. Зачем, спросите вы? Чтобы забрать оттуда большого жирного миссионера и сварить его в масле. Вот зачем. Джо, чей обязанностью было обеспечивать это ускользающее чувство присутствия, держался в тени. «Сварите меня живьем, если это происходило не так. Это варварство, мадам, но уж что есть, то есть. Никаких больше садов, никаких больше заборов». И сказал король Агамемнон своему сыну, «Парень, принеси ту землю». И парень принес ее назад. Когда он ее принес, она гудела и играла. Он принес назад золотарники и желтый сосафраз. Он принес назад золотистых петушков, испаниелей, рыжих, как тигры. И никакой больше миссионерской культуризации. Никаких больше Пеми Памондас. Может быть Ганнибал, может быть Карфаген. Может, луна низко стояла. Может, настроение было погребальное. Может, еще что я пока названий не придумал. «Мадам, я вас так низко опущу, что вы, как змея, извиваться начнете. Я возьму ту взрывную ноту и сдую вас назад в тридевятое царство. Слышите, как стучат и скребутся. Слышите, как стонет куриная печень. Это буги-вуги переводит дыхание. Это как жаркое варится миссионер. Слышите этот пронзительный и высокий виск. Это мими-мимер. Она маленькая, низенькая, вроде самой земли растет. Импровизируй сегодня, импровизируй завтра. Никому нет дела, никто не беспокоится. Никто уже не умирает в печали. Потому что старушка земля наполнилась звуком трубы. Дуйте изо всех сил. Сдуйте пыль в глаза. Дуйте горячо и сухо. Сдуйте напрочь эти сады. Сдуйте напрочь эти заборы. Буги-вуги вернулся. Буги-вуги делает трень-трень. Трень для яда. Трень для поджога. Нет у него ног. Нет у него рук. Буги-вуги разбросал их по земле. Буги-вуги кричит. Буги-вуги кричит опять. Буги-вуги кричит снова, снова и снова. Никаких тебе заборов, никаких деревьев, ничего, гошеньки. Фу на них. Крысы ползают. Три крысы, четыре крысы, десять крыс. Один петушок, одна крыса. Паровоз делает пых-пых. Солнце взошло, и пыльная дорога раскалилась. Деревья превращаются в желе. Листья шелушатся. Нет коленей, нет ладоней, нет пальцев на ногах. Идет вниз по дороге с банжа на коленях. Он пристукивает и прихлопывает. Выстукивает Топаханну и прихлопывает Рапаханну. У него кровь на пальцах и кровь в волосах. Он застревает вместе со всей компанией, и на коленях у него кровь. Луи вернулся с подковой на шее. Он готов выдать свою взрывную ноту и смешать голубое и серое в одну круговерть. Да чем это ему? Чтобы показать, что удовлетворен. Эти все войны и цивилизации, какой в них толк? Только кровь повсюду. Да люди молятся, чтобы наступил мир. В могиле, где его заживо похоронили, лежит его отец Агамемнон. Агамемнон был радостным и богоподобным человеком. Он и в самом деле был богом. Он родил двух сыновей, которые разошли издалеко в стороны. Один сеял беду по миру, другой сеял радость. Мадам, я сейчас о вас думаю, о том сладком и дурном запахе прошлого, который от вас исходит. Вы, мадам, ностальгия, гниющая на кладбище несбывшихся надежд. Вы черный лоснящийся призрак. Всего, что отказывается умереть, естественной смертью. Вы дешевенькая бумажная гвоздика слабой и бесполезной женственности. Я отрекаюсь от вас, вашей страны, ваших заборов, ваших садов, вашего умеренного, вручную выстиранного климата. Я призываю злые силы джунглей придушить вас во сне. Я поворачиваю к вам золотую трубу, чтобы усугубить вашу предсмертную агонию. Вы белок сгнившего яйца, от вас воняет. Мадам, перед нами всегда два пути на выбор. Один ведет назад к комфортной и надежности смерти. Куда? Вы хотели бы упасть среди затейливых надгробий внутри знакомых кладбищенских стен. Так падайте же побыстрее. Падайте поглубже в океан полного уничтожения. Падайте назад в ту проклятую глупость, которая позволяет даже полных идиотов короновать в короли. Падайте и извивайтесь в агонию среди червей эволюции. Я же продолжу идти. Идти мимо последних черных и белых клеток. Игра окончена, фигуры растаяли, линейки стерлись, доска покрылась плесенью. Все снова вернулось к варварству. А чего все так очаровательно и бесчеловечно? Из-за мысли о полном уничтожении. Из-за мысли о полном уничтожении. Вуги Вуги вернулся с окровавленными коленями. Он сделал один прыжок и оказался на земле Джекасафат. Они покатали его по тележке. Они облили керосином его торчащие волосы и подожгли его вверх ногами. Иногда, когда Каунт делает трень-трень, когда он спрашивает себя, а какой печальный мотив мне сейчас сыграть, вы можете расслышать, как скворчит плоть. Когда он был маленьким и низеньким, они расплющили его картофелемялкой. Когда он стал больше и выше, они вонзили ему вилы в живот. Эпоминонт точно неплохо поработал, неся цивилизацию всем и вся с помощью убийства и ненависти. Весь мир превратил ровный организм, умирающий от отравления трупным ядом. Он отравился сразу же, как только все так чудесно организовалось. Он превратился в парашу, в белую и червивую гнили яйца, протухшего в скорлупе. В нем развелись крысы и вши. Появились траншейная стопа, гнилые зубы, декларации, преамбулы и протоколы. Родились близнецы с ногами колесом и лысые евнухи. Появилась христианская наука, ядовитые газы, пластиковое белье, стеклянная обувь и платиновые зубы. Мадам, насколько я понимаю, вам бы хотелось сохранить этот эрзац, состоящий из печали, родства и статус кво. Все перемешанное и скрученное в одну большую жирную фрикадельку. Вам хочется положить ее на сковородку и поджарить, когда проголодаетесь. Верно? Вас это утешает. Хотя что там питательного, ведь это цивилизация, так ведь? Мадам, вы бесспорно страшно и трагически ошибаетесь. Вас научили правильно писать слово, в котором нет смысла. Нет такой вещи, как цивилизация. Существует лишь один бесчеловечный мир. И крысолова зовут Буги-Вуги. У него было два сына, один из которых попал в выжималку и умер весь изувеченный и искореженный. Причем левая нога притоптывала, как гигантская лапа. Второй жив и живет как варвар, не имея ничего, кроме золотого инструмента. Он когда-то сел на поезд в Манамвасии, а когда попал в Мемфис, встал и выдал взрывную ноту, которая унесла фрикадельку со сковородки. Я сейчас оставлю вас, мадам, продолжать жариться в низкокалорийном жиру. Я оставлю вас, превращайтесь в жирное пятно. Я оставляю вас, чтобы выпустить песню из своего сердца. Я еду в фест, последнее райское место на земле. Это как варварское пасакалие, чтобы ваши пальцы были заняты, когда спустится петля. Не желаете ли приобрести подержанную швейную машинку, чтобы быть поближе к убийству, смерти и гибели Инг Асуиго Соскочеван, поскольку я являюсь здесь единственным полномоченным живым агентом и не имею постоянного офиса. Данным числом при свидетелях с надлежащими печатями и подписями я заверяю, что искренне отрекаюсь, отказываюсь, аннулирую, посылаю к черту все власти, высокопоставленных лиц, все печати и офисы ради мира и радости, пыли и жары, неба и моря, после того, как по мере сил и возможностей исполнял обязан убийцы, губителя, карателя и предателя грязной и цивилизованной швейной машины, выпускаемой фирмой убийства смерти и гибель Инг, в канадских доминионах, в Австралии, на Ньюфаундленде, в Патагонии, на Юкатане, в Шлезве-Гольштейне, Померане и других союзных подчиненных провинциях, зарегистрированных по акту о смерти и разрушении Земли за эти последние 2500 лет господства Homo sapiens. А теперь, мадам, поскольку по данному контракту у нас всего несколько тысяч лет впереди, я говорю трень-трень и прощаюсь. Это точно конец. Трень-трень. Я еще не успел втянуться в рисовую диету, как начались дожди. Не то чтобы ливни, а так мелкие, перемежающиеся дожди. Полчаса моросит, потом гроза с ливнем, потом снова легкий дождик, теплый дождь, холодный дождь, нечто вроде контрастного душа. Так и за дня в день. Самолеты не могли приземлиться. Взлет на посадочную дорожку развезло. Дороги превратились в вязки, желтый гной. Мухи кружились огромными пьяными роями и кусались как безумные. В помещении было сыро, холодно, все покрывалось плесенью. Я спал в одежде, положив поверх одеял пальто и плотно закрыв окна. Когда появлялось солнце, становилось жарко, как в Африке. Грязь спекалась пузырями. От жары болела голова, вызывая беспокойство, усиливающееся с началом нового дождя. Мне не терпелось переехать в Фест. Но я все откладывал отъезд, надеясь, что погода переменится. Я снова видел Цоу-Цоу. Он сообщил, что мною интересовался префект. «Он хочет вас видеть», — сказал он. Я не посмел спросить, зачем, только ответил, что вскоре навещу его. Пользуясь перерывами между мелким дождиком и ливнями, я поближе познакомился с городом. Его окраины привели меня в изумление. В солнечные дни там было чересчур жарко, а в дождливые жутко холодно. По краям он кончался внезапно, как тонущая в черном цинке гравюра. Мне часто встречались индюки, веревкой привязанные к дверной ручке, козы и ослы. Попадались также и замечательные кретины и карлики, свободно, легко шатающиеся повсюду. Они были частью картинки, как кактус, как заброшенный парк, как дохлая лошадь во рву, как индюшата, привязанные к дверным ручкам. Вдоль побережья веером за наскоро расчищенной полосой располагались дома, которые странным образом напомнили мне Париж, в тех его районах, где муниципалитет озаботился обеспечением детей-бедняков, светом и воздухом. В Париже вы можете ходить из квартала в квартал, почти не замечая между ними разницы, как сквозь невидимую занавеску из бусин. В Греции разница резкая, даже болезненная. В некоторых местах вы в течение пяти минут можете лицезреть все изменения пятидесяти веков. Все ровное, скульптурное, чеканное, даже в мусорных кучах виделся налет вечности. Все пред вами представало в своеобразной уникальности. Человек, сидящий по дереву у дороги, осел, взбирающийся по тропинке в гору, корабль в порту и в Бирюзовом море, стол на веранде под облаком и т.д. Куда бы вы ни посмотрели, вы видите все впервые. Это не убежит, не исчезнет за ночь, не распадется, не растает, не изменится. Каждая существующая вещь, сотворенная Богом или человеком, случайно или по плану, выступает в ореоле света, времени и пространства. Куст ровня ослу. Стена имеет ту же ценность, что и колокольня. Арбуз так же значим, как и человек. Ничто не продолжается и не растягивается за пределы своего естественного времени. Не существует железной воли, прокладывающей страшный путь к власти. После получасовой прогулки вы чувствуете себя посвежевшим и присыщенным всем аномальным и спорадическим. В сравнении парк Авеню кажется безумным. Данное в самом деле безумно. Самые старые строения в Ираклионе переживут самые новейшие постройки в Америке. Организмы умирают, клетка продолжает жить. Жизнь в сути, она в простоте, умеющая утвердиться самым уникальным образом. Я регулярно наведывался домой к вице-консулу за ежедневной миской риса. Иногда у него бывали гости. Однажды заглянул глава коммерческой ассоциации портных. Он одно время жил в Америке и изъяснялся на причудливом старомодном английском. «Джентльмены, не желаете ли сигару?» – говорил он. Я рассказал ему, что и сам когда-то был портным. Но сейчас он журналист. Торопливо вставил вице-консул. Он только что прочитал мою книгу. Я же начал разглагольствовать о подкладке для рукавов, мягких лацканах, превосходной викунье, карманах с клапанами, шелковых жилетах и запошивочных швах. Я говорил обо всем этом как одержимый, поскольку устрашился, что вице-консул свернет на свою залюбленную тему. Я не был уверен, пришел ли партняжный босс в гости или был подчиненным, которому благоволил шеф. Мне на это было наплевать. Я решил с ним подружиться. Хотя бы ради того, чтобы отвести разговор от этой жуткой книги, которую я якобы прочел, хотя на самом деле не осилил у трех страниц. — Где находилась ваша мастерская? — спросил портной. — На Пятой авеню, — ответил я. — Она принадлежала отцу. — Пятая авеню. — Это ведь очень богатая улица, не так ли? — заметил он. А вице-консул тем временем навострил уши. — Да, — согласился я. — У нас была самая лучшая клиентура. Только банкиры, брокеры, адвокаты, миллионеры. Стальные чугунные магнаты, владельцы отелей и так далее. — И вы там научились шить? — поинтересовался он. — Я научился только кроить брюки, — ответил я. — Пиджак был для меня чересчур сложен. — И сколько же вы брали за костюм, джентльмен? — Ну, тогда мы брали всего 100-120 долларов. Он повернулся к вице-консулу с просьбой посчитать, сколько это будет в Драхмах. Они вместе произвели подсчеты. Вице-консул был явно потрясен. Цифра в греческих деньгах казалась с ног сшибательной. Хватило бы, чтобы купить небольшое судно. Я чувствовал, что они настроены несколько скептически. И принялся говорить о всяческой ерунде. Телефонных книгах, небоскребах, клейкой ленте, бумажных салфетках. То есть о тех атрибутах большого города, от которых у деревенщины глаза лезут на лоб. Так будто перед ними разверзлось Красное море. Портнова особенно заинтересовала клейкая лента. Он однажды побывал на бирже на Уолл-стрит. Ему хотелось об этом поговорить. Он робко спросил меня, разве не люди с улицы управляют их собственными маленькими биржами? Начал делать жесты как глухонемой, подражая уличным брокерам. Вице-консул смотрел на него так, будто тот слегка помешался. Я пришел на помощь. Но, разумеется, есть такие люди. Их тысячи. Их специально учат языку глухонемых. Рьяно утверждал я. Встал и сам воспроизвел несколько жестов, чтобы показать, как это делается. Вице-консул улыбнулся. Я пообещал, что свожу их на биржу. Самое ее сердце. Я подробно описал этот дурдом, заказав себе акции Anaconda Copper, Amalgamated Tin, Tell & Tell и еще что-то из наиболее впечатляющего, что сумел вспомнить о сумасшедшем прошлом Уолл-стрит. Я метался из одного угла комнаты в другой, покупал и продавал как маньяк. Останавливался у секретера, вице-консула и звонил своему брокеру, чтобы тот выбросил все акции на рынок. Потом звонил своему банкиру, чтобы немедленно взять взаймы 50 тысяч долларов. Звонил на Телеграф, чтобы послать серию Телеграмм. Звонил доверенным лицам в Чикаго с требованием выбросить груз пшеницы в Миссисипи. Звонил госсекретарю, чтобы спросить, принят ли закон об индейцах. Звонил своему шоферу с указанием положить новое запасное колесо в багажник. Звонил своему портному, чтобы обругать его за то, что он сделал ворот на розовой и белой рубашках слишком тесным. И к тому же, как насчет моих инициалов. Я перескочил через сидение и схватил бутерброд в буфете биржи. Поздоровался с приятелем, который направлялся наверх в свой офис, чтобы пустить себе пулю в лоб. Купил справочник по скачкам и сунул гвоздику в петлицу. Я почистил ботинки у чистильщика, одновременно отвечая на телеграммы и набирая номер телефона левой рукой. Не особо раздумывая, приобрел несколько тысяч железнодорожных акций и переключился на Consolidated ГАЗ, поскольку предвидел, что новый закон о правительственных дотациях значительно улучшит жизнь домохозяек. Я чуть не позабыл прочитать сводку погоды. К счастью, мне пришлось бегать в табачный магазин, чтобы восполнить свой запас сигар Корона Корона. И это напомнило мне, что следует заглянуть в сводку погоды и выяснить, не идет ли дождь на плато Озарк. Портной смотрел на меня во все глаза. «Это правда», – возбужденно воскликнул он, обращаясь к жене вице-консула, которая только что принесла мне очередную миску жидкого риса. И тут я неожиданно вспомнил, что из Европы возвращается Линдберг. Я рванул к скоростному лифту и нажал кнопку 109-го этажа, которого еще и в помине не было. Подбежал к окну и распахнул его. Улица была забита перевозбужденными, радостными мужчинами, женщинами, мальчишками, девчонками, полицейскими на лошадях, полицейскими на мотоциклах, обычными полицейскими, ворами, хулиганами, полицейскими в гражданском, демократами, республиканцами, фермерами, адвокатами, акробатами, мошенниками, банковскими клерками, стенографистками, уборщиками, всеми, кто носил брюки или юбку и мог веселиться, орать, свистеть, топать ногами, убивать и лезть на рожон. Над каньоном летали голуби. Это был Бродвей. Это был год так себе. И наш герой возвращался из трансконтинентального полета. Я стоял у окна и приветствовал его, пока не охрип. Я не верил в самолеты, но все равно радовался. Выпил глоток виски, чтобы смочить горло. Схватил телефонную книгу. Разорвал ее на части, как взбесившаяся гиена. Я швырнул ее вниз на мушинные точки. Анаконда Коппер, Амальгомейтед Цинк, Американ Стилл. 57.1.2, 34, 138, минус 2, плюс 6, 3 четверти, 51, повышение, понижение, Атлантик Костлайн, Сибурд Эйрлайн. Вот он едет, он приближается, вот он, это Линдберг. Ура, ура, тот еще парень, орел в небе, герой. Величайший герой всех времен и народов. Я сунул в рот ложку риса, чтобы успокоиться. «Какое у вас самое высокое здание?» спросил вице-консул. Я взглянул на Портнова. «Вы ответьте», предложил я. Он наобум назвал 57 этажей. «142, не считая флагштока», заявил я. Я встал, чтобы проиллюстрировать свои слова. Лучше всего считать окна. У среднего небоскреба примерно 92 546 окон сзади и спереди. Я расстегнул ремень и снова нетуго затянул его, изображая из себя мойщика окон. Я подошел к окну и сел на подоконник, свесив ноги наружу. Я тщательно вымыл окно, отстегнулся и перешел к другому окну. Я повторял это примерно 5 с половиной часов, вымыв и тщательно протерев приблизительно 953 окна. «А голова у вас не кружится?» поинтересовался Портной. «Нет, я уже привык», ответил я. «Я когда-то был канатоходцем, после того, как завязал с портняжным бизнесом. Я взглянул на потолок, прикидывая, не подойдет ли мне люстра для дальнейшей демонстрации. «Лучше ешьте ваш рис», – быстро сказала жена вице-консула. Я из вежливости сунул в рот еще ложку риса и непроизвольно протянул руку графину с коньяком. Я все еще переживал возвращение домой Линдберга. Уже забыл, что на самом деле, в тот день, когда он посадил свой самолет в Беттере, я копал канаву для департамента парков. Комиссар держал речь в боулинг-клубе, речь, которую накануне написал для него я. Вице-консул уже чувствовал себя в новом свете, как дома. Он забыл о своем вкладе в жизнь и литературу, он налил мне еще выпить. «Был ли когда-нибудь почтенный господин Портной на игре в бейсбол?» «Нет, не был». Все равно он обязательно должен был слышать о Кристе Мэттюсоне или Уолтере Джонсоне. «Нет, он не слышал». «Знает ли он что-нибудь о спидболе?» «Нет, не знает». О базе дома я швырнул на пол подушки с дивана. Первая, вторая, третья база. База дома. С помощью салфетки насыпал базу пыли. Надел свою предохранительную маску, поймал очень точный удар прямо над основной базой. «Бей». «Еще два удара, и он в ауте», — объяснил я. Я сбросил маску и рванул к отметке. Я посмотрел вверх на потолок и увидел, как мяч падает сквозь крышу с планеты Плутон. Я поймал его одной рукой и быстро швырнул. «Он в ауте», — заявил я. «Впереди еще три подачи. Как насчет попкорна?» К та бутылочку шипучки. Я вытащил пакетик с пирмента и сунул одну пластинку в рот. «Всегда покупайте ригли», — сказал я. Ее на дольше хватает. Кроме того, они ежегодно тратят 5 миллиардов 963 доллара на рекламу, дают людям работу, подземку держат в чистоте. Как насчет библиотеки Карнеги? Не хотите ли заглянуть в библиотеку? 5 миллионов 698 тысяч постоянных читателей. Каждая книга тщательно переплетена, занесена в каталог, аннотирована, окурена розовыми благовониями и завернута в целлофан. Эндрю Карнеги подарил ее городу в память о крестьянских бунтах. Он был из бедняков, сумевший пробиться до самого верха. Он не знал ни одного счастливого дня. Он был великим миллионером, доказавшим, что стоит работать в поте лица и беречь каждый цент. Он был неправ, но это без разницы. Сейчас он мертв, после него осталась сеть библиотек, которые делают рабочих поинтеллигентнее, покультурнее, лучше информированными, короче, более несчастными и убогими, чем они были, да упокой Господь его душу. Теперь перейдем к могиле Гранта. Портной взглянул на часы. — Поздновато, — подумал он. Я налил себе на пассажок, подобрал первую, вторую, третью базы и взглянул на попугая, который все еще бодрствовал, поскольку забыли накрыть клетку. — Замечательный вечер, — заявил я, пожимая руки всем, а также по ошибке горничной. Вы обязательно должны навестить меня, когда я вернусь в Нью-Йорк. Знаете, у меня дома в городе и пригороде. Осенью там дивная погода, весь дым уносят. Они там устанавливают новую динамо-машину около Спьютен-Дьювелла. Работает от эфирных волн. Сегодня рис был великолепен. И коньяк тоже. — Завтра я отправляюсь в фест, — сказал я себе, пробираясь по попорченным клыками улицам, подобно водяной змее. Я должен был напомнить себе, что нахожусь на Крите, причем Крите ничуть не похожим на тот, какой я вообразил себе в мечтах. И снова мне вспомнились страницы романов Диккенса и странный одноногий мир, освещенный измученной луной. Земля, пережившая все катастрофы и теперь пульсирующая вместе с толчками крови. Земля сов, цапель и безумных реликвий, вроде тех, что привозят моряки из дальних странствий. Двигаясь по тихим улицам в лунном свете, подобно затопленному кораблю, я чувствовал, что Земля несет меня через зону, через которую мне раньше не доводилось пробираться. Я был несколько ближе к звездам, и эфир был заряжен их близостью. Дело не в том, что они стали ярче, или что Луна приобрела цвет яичного желтка, раздулась и перекосилась. Нет, сама атмосфера подверглась незаметному и благовонному изменению. В ней разлился, я бы сказал, эликсир, образовавшийся из ауру Земли, и его становилось все больше и больше по мере повторных посещений этого уголка зодиака. Это вызывало ностальгическую грусть, пробуждая нестареющие орды наших предков, стоящих закрытыми глазами, как деревья после наводнения в постоянно движущемся потоке крови. И сама кровь изменилась, стала гуще от воспоминаний о человеческих династиях, о животных, используемых для ворожбы, о приборах, настроенных на тысячелетнюю точность, о наводнениях, жадно выпитых, о лишенных тайн и сокровищ. Земля снова превратилась в странное, одноногое существо на костылях, бредущее через устланные алмазами, поля, водонически проходя через все стадии своего создания, она стала тем, чем останется до конца. Греция есть то, что знает каждый, даже тот, кто там никогда не был, даже ребенок, даже идиот, даже еще не родившееся существо. Она именно такая, какой бы вы хотели видеть Землю, если бы ей выпал шанс. Это возвышенный порог невинности. Она перед вашими глазами такая, какой была с рождения, обнаженная, вся на показ. Она не таинственна или непроницаема. Она не внушает благоговения. Она не вызывающая и не претенциозна. Она сотворена из земли, воздуха, огня и воды. Она меняется от сезона к сезону в гармоничном волнистом ритме. Она дышит. Она зовет. Она дает ответ. Крит совсем другой. Крит — это колыбель, инструмент, дрожащая пробирка, в которой проводится вулканический эксперимент. Крит может подавить мозг, притушить бульканье мыслей. Мне так давно и страстно хотелось увидеть Крит, дотронуться до земли Кноса, взглянуть на потускневшие фрески, пройти там, где прошли они. Я позволил себе сосредоточиться на Кносе и не обращать внимания ни на что остальное, а в моем уме за Кносом простиралась великая австралийская пустыня. Гомер воспел сотню городов Крита, о которых я не имел представления, потому что не мог себя заставить прочитать Гомера. Не знал я ничего и о реликвиях Минойского периода, обнаруженных в гробнице Эхнатона. Я знал или скорее верил, что только в Кносе, на этом острове, посетить который сейчас почти никому не приходит в голову 25 или 30 веков до становления того, что сейчас принято называть христианством, было положено начало тому образу жизни, в сравнении с которым все, что случилось в этом западном мире, кажется бледным, больным, наполненным призраками и обреченным. Мы видим, что западный мир ни разу даже не подумал о том, что стоит оценить великие социальные эксперименты, осуществленные в Южной Америке и Центральной Америке. Поскольку считал их случайными, перепрыгивал от средних веков сразу к открытию Америки, как будто этот незаконно рожденный цветок на североамериканском континенте является прямым продолжением настоящей эволюции человека. Сидя на троне короля Миноса, я ощущал себя ближе к Монте-Суми, чем Гомеру, проксителю Цезарю Леданте. Разглядывая минойские надписи, я вспоминал о легендах индейцев Майя, с которыми однажды познакомился в Британском музее и которые остались в моей памяти, как самые прекрасные образцы каллиграфии в долгой истории письменности. Кнос, вернее то, что произошло там более пятидесяти столетий назад, напоминает ось колеса, спицы в которые были вставлены только для того, чтобы сгнить. Колесо явилось великим открытием. Люди с той поры запутались в мелочных изобретениях, которые всего лишь довески к этому самому великому и древнему факту революции. Когда-то остров пестрел цитаделями, эдакая сияющая ось колеса, чье великолепие бросало тень на весь мир. В Китае происходила своя революция, в Индии своя, в Персии своя, в Египте своя. А тревцы пересекались, усиливая их ослепительный свет. Были также эхо и реверберации. Вертикальная человеческая жизнь постоянно сотрясалась при вращении этих гигантских колес света. Теперь темно. Нигде в этом сильно увеличившемся мире нет ни малейшего следа поворотов того колеса. Последнее колесо распалось, с вертикальной жизнью покончено. Человек расползся во всех направлениях по поверхности земли, подобно мху, закрыв последние проблески света, последние надежды. Я вернулся в свой номер твердым решением поглубже окунуться в эту незнакомую планету, которую мы называем Критом, а в древности звали царство Миноса, сына Зевса, где он и родился. После того, как колесо распалось, да и до того, вне сомнения, за каждый кусочек земли велась яростная битва. Земля переходила из рук в руки, ее продавали, меняли, закладывали, выставляли на аукцион, жгли огнем и сравнивали мечом, прикарманивали, грабили, отдавали под власть, разрешали ее мордовать фанатикам и изуверам, предавали, накладывали на нее оброк, очерняли ее с помощью власть придержащих, дробили все, кому не лень, гонялись за ней, как за раненым зверем, терзали террором и кретинизмом, бросали задыхаться от злобы и беспомощности, шарахались от нее, как от прокаженного, и оставляли ее издыхать в своем собственном навозе и пепле. Такова колыбель нашей цивилизации. Такой она была, когда наконец досталась своим несчастным, обездоленным жителям. То, что когда-то явилось местом рождения и вдохновения греческого мира, было в конечном итоге аннексировано и не так давно стала частью Греции. Какая жестокая пародия, какая страшная судьба. Здесь путешественник должен спрятать глаза от стыда. Это ковчег, оставленный высоко на суше, откатывающимися волнами цивилизации. Это некрополь культуры на Великом Перекрестке. Мне приснился кошмарный сон. Меня мягко и бесконечно качал в горящей колыбели всесильный Зевс. Меня поджарили до хруста и затем бросили в море крови. Я бесконечно плыл среди обезображенных тел, помеченных крестом и полумесяцем. Наконец я добрался до каменистого берега. Там было голо, кругом не души. Я побрел к пещере на склоне горы. В ее пугающей глубине я разглядел огромное сердце, яркое как рубин, подвешенное к сфоду с помощью громадной паутины. Оно билось, и с каждым ударом на землю падал большой сгусток крови. Оно было слишком большим, чтобы принадлежать какому-нибудь живущему существу. Оно было даже больше, чем сердце Бога. Оно было похоже на сердце агонии, сказал я вслух, и стоило мне произнести эти слова, как оно исчезло, и меня поглотила густая темнота. Я упал без сил наземь и зарыдал. Мои рыдания эхом отзывались в пещере и, наконец, задушили меня. Я проснулся и, даже не проконсультировавшись с небом, заказал машину на весь день. Отправляясь в путь в просторном лимузине, я старался не забыть две вещи. Первое — в фесте разыскать Кириуса Александроса. И второе — проверить прав ли был месье Эрио, утверждая, что когда он забрался к ограде дворца, небо там было куда ближе к земле, чем где-либо в другой точке земного шара. Мы выехали в покосившиеся ворота, сопровождаемые клубами пыли, разбегающимися в разные стороны курами, кошками, собаками, индюшками, голыми ребятишками и почтенными продавцами сладостей. Мы увеличили скорость и вырвались на грязную красновато-коричневую гуттаперчевую местность, которая надвигалась, скрывая город как цемент, наполняющий огромную трещину. Вокруг мы не обнаружили ни волков, ни конюков, ни ядовитых рептилий. Только желто-оранжевое солнце, зловеще висящее над раскаленной землей и спускающее те сияющие брызги, которые когда-то опьянили Ван Гога. Мы незаметно миновали высушенную землю, плавно перешедшую в плодородную волнистую равнину с полями ярких злаков. Это напомнило мне ту спокойную ясную улыбку, которая встречает вас наш собственный юг, особенно штат Виргиния. Меня эта картина навела на мысли о мягкости и послушности земли, пусть только человек ласкает ее любящими руками. Мои мысли приняли американское очертание. Я представил себе, что снова пересекаю континент. Мелькают участки Оклахомы, обеих Каролин, Теннесси, Техаса и Нью-Мексико. Ни одной большой реки, ни даже железной дороги. Только иллюзия огромных пространств, бескрайнего горизонта, возвышенности тишины, откровения света. На вершине головокружительного утеса примастился крошечный бело-синий храм, а в ущелье – кладбище огромных каменных глыб. Мы начали карабкаться наверх, пробираясь по краю глубоких пропастей. На другой стороне ущелья земля выпирала, как колени великана вельветовых брюк. То там, то здесь, на фоне раздувшихся облаков, напоминающих пивную пену, видны силуэты – мужчины, женщины, сейлки, косилки. Мы лезем выше обработанных полей, по змеиному петляя, поднимаемся к вершинам сосерцания, к пристанищу мудреца, орла, грозового облака. Вдоль тропинки огромные взбесившиеся глыбы камня, со следами ветров и молний, посеревшие до цвета страха, дрожащие, с тяжелыми вершинами, балансирующие подобно макрокосмическим дьяволам. Земля становится все более причудливой, тощей, брошенной людьми, ни коричневая, ни серая, ни бежевая, ни темно-серая, а бесцветного цвета смерти, отражающего свет, впитывая его своей грубой поверхностью и швыряя им в нас каменными осколками, проникающими до самых нежных тканей мозга, и заставляя его стонать, как маньяк. Здесь моя фантазия разыгралась. Это что-то, несравнимое с разрушениями, деяниями рук человеческих, превосходящее его самые кровавые опустошения. Это природа в состоянии помешательства, природа, утратившая власть над собой и ставшая беспомощным орудием в руках своих сил. Это земля, избитая, изуродованная и униженная своим собственным диким предательством. Это одно из тех мест, где Господь отрекся, где Он сдался на милость космического закона инерции. Это часть Абсолюта, голая, как макушка орла, отвратительная, как ухмылка гиена, бессильная, как гибрид гранита. Здесь природа споткнулась и остановилась в застывшей блевотине ненависти. Мы скатились по жесткому трескучему горному склону в огромную долину. С горки заросли коротким жестким кустарником, напоминающим синеватую щетину ежика. То там, то здесь виднелись участки красной глины, полоски глинистого сланца, песчаные дюны, поля цвета зеленого гороха, напоминающие озеро колеблющегося шампанского. Мы проехали через деревню, не принадлежащую какому-нибудь времени и месту, возникшую просто так, в результате несчастного случая, внезапного всплеска человеческой активности, потому что кто-то когда-то вернулся на место былой резни, чтобы среди осыпавшихся руин поискать старую фотографию и остался там по инерции, а его пребывание уже привлекло мух, другую живность и разные формы живой и неживой природы. Далее. Одинокое прямоугольное жилище, ушедшее глубоко в землю. Одинокое пуэбло среди вакуума. Два окна и дверь. Построена на манер коробки. Кров для какого-то человеческого существа. Какого существа? Зачем? Американская картинка исчезла. Мы уже едем по глубинке Месопотамии. Мы едем через мертвые города, по костям слонов, по заросшему травой дну моря. Начинается дождь, внезапный и сильный, после которого земля исходит паром. Я выхожу из машины и иду по озеру грязи, чтобы посмотреть на руины гартины. Я пытаюсь прочесть надпись на стене. Это перечень законов, которым уже никто не подчиняется. Живут только неписанные законы. Человек – животное, нарушающее законы. Однако довольно робкое. Середина дня. Я хочу пообедать в фесте. Мы увеличиваем скорость, дождь прекратился, облака разошлись, голубой свод раскинулся, как веер, голубой цвет переходит в тот основной, фиолетовый, в котором все в Греции кажется священным, естественным и знакомым. Вам хочется сбросить одежду, разбежаться и сигануть в голубизну. Вам хочется плыть в воздухе, подобно ангелу, или лежать, наслаждаясь в траве в каталептическом трансе. Камени неба – здесь они обручились. Это вечная заря пробуждения человека. Мы едем по оленей тропе и останавливаемся на краю заповедника. Вон там, говорит человек, указывая на крутой утес, фест. Он произнес это слово, оно прозвучало магически. Я колебался. Хотелось подготовиться. «Лучше возьмите свой ленч с собой», – посоветовал мужчина. «Очень может быть, что там есть нечего». Я взял коробку из-под ботинок под мышку и медленно, благоговейно начал свое странствие. То был один из довольно частых моментов в моей жизни, когда я полностью осознавал, что меня ждут необыкновенные впечатления. И не только знал, но и был благодарен, благодарен за то, что жив, что у меня есть глаза, что могу свободно дышать и ходить, что когда-то валялся в канаве, голодал, что меня унижали за все, что я делал и что завершилось этим моментом полного блаженства. Я перешел через один или два деревянных моста и снова становился в грязи, где полностью вязли мои ботинки, чтобы оглянуться на короткий пройденный путь. На повороте начнется трудное восхождение. У меня появилось ощущение, что меня окружают олени. Тут мне индуитивно пришла в голову еще одна мысль. Фест был женским оплотом в семействе Миноса. Историк непременно улыбнется. Он-то знает лучше. Но в том мгновении навсегда Фест стал обиталищем королев, вне зависимости от доказательств и вне зависимости от логики. И каждый мой шаг подтверждал это ощущение. Когда я добрался до края утеса, то заметил узкую тропинку впереди, ведущую к павильону, воздвигнутому на месте развалин для удобства путешественника. Внезапно я заметил человека, стоящего на другом конце тропинки. Наверняка Кириус Александрос, — подумал я. Вас послал Господь, — заявил он, указывая наверх и улыбаясь, как в экстазе. Он вежливо освободил меня от пальто и коробки из-под обуви и, шагая впереди, с готовностью поведал, как приятно снова видеть человеческое существо. — Уже эта война, — продолжил он, заламывая руки и воздевая очи к небу в немой мольбе. — Эта война. Никто больше сюда не приходит. Александрос совсем один, фест мертв, фест забыт. Он остановился, чтобы сорвать цветок и протянуть его мне. Он печально смотрел на цветок, будто сочувствуя его горькой доле, расти и цвести незамеченным, и остановился, чтобы оглянуться на окружающие горы. Александрос стоял рядом. Он молча с благоговением ждал, когда я заговорю. Я же не мог говорить. Я положил руку ему на плечо и попытался передать свои чувства увлажнившимися глазами. Александрос посмотрел на меня так, как смотрят преданные собаки. Он снял со своего плеча мою руку, низко поклонился и поцеловал. — Вы хороший человек, — сказал он. Бог послал вас, чтобы разделить мое одиночество. Александрос очень счастлив. — Очень счастлив. Пойдемте. Он взял меня за руку и повел вокруг павильона. Он сделал это так, будто собрался преподнести мне самый замечательный подарок, какой только человек может дать человеку. — Я дарю вам землю и все содержащиеся в ней благо, — говорил его немой красноречивый взгляд. Я взглянул и воскликнул. — Господи, это невероятно. Я отвел глаза. Для одного раза это было слишком много, слишком много. Александрос на минутку скрылся внутри, оставив меня ходить зад-вперед по небольшой площадке перед павильоном и обозревать открывшееся мне великолепие. Я чувствовал себя несколько слабоумным, вроде тех монархов, которые посвятили своей жизни обогащению искусства и культуры. Мне уже не требовалось никакого обогащения. Я достиг апогея. Теперь у меня было желание давать, давать щедро и без разбора все, что у меня имелось. Вернулся Александрос с тряпкой, обувной щеткой и большим ржавым ножом. Он опустился на колени и начал делать маникюр моим ботинком. Я ничуть не смутился. Подумал про себя, пусть делает, что хочет, если ему это приятно. Я рассеянно прикинул, что же я сам могу сделать, чтобы люди поняли, какое великое счастье нас ожидает. Я послал богословение по всем направлениям – молодым и старым, забытым дикарям, в забытых Богом частях света, диким, равно как и одомашненным животным, птицам в воздухе, ползающим тварям, деревьям, растениям и цветам, скалам, озерам и горам. Это впервые в моей жизни, сказал я себе, когда я сумел в один момент собрать в одну мысль всех и вся на земле. Я благословляю мир, каждый его дюйм, каждый живой атом, потому что все это живет, дышит, как я, и все осознает. Александрос вынес стол и установил его. Он предложил мне походить и осмотреть развалины. Я слушал его, как в трансе. Да, наверное, мне надо побродить и все осмотреть, ведь обычно все так и поступают. Я спустился по широким ступеням дворца и машинально огляделся. У меня не было ни малейшего желания разглядывать стены, урны, посуду, детские игрушки, жертвенники и т.д. Подо мной, как бесконечный волшебный ковер, простиралась долина Миссара, окруженная величественными горными хребтами. С этой магической безоблачной высоты долина казалась райским садом. Потомки Зевса остановились здесь, у самых ворот рая, по пути в вечность, чтобы бросить прощальный взгляд на землю, и увидели глазами невинности, что земля в самом деле такая, какое им всегда казалось, место, где царит красота, радость и мир. В сердце в своем человек ангел, в своем сердце он един со всем миром. У Феста есть все части сердца, он весь насквозь женственен. Все, чего сумел достичь человек, было бы утрачено, если бы не искреннее раскаяние, запечатленное в этом прибежище божественных цариц. Я побродил вокруг, любой с видом с разных точек. Я описал круг внутри кольца, окружающий гор. Надо мной огромный свод без крыши стремился в бесконечность. Мессия Рио был одновременно и прав, и неправ. Вы становитесь ближе к небу, но в то же время вы дальше, чем когда-либо от того, что лежит за ним. Добраться до неба из этой великолепной земной обители нетрудно, детская забава. Надо достичь больших высот, ухватить хоть на секунду сияние великолепия того сверкающего, в котором небесный свет, всего лишь слабое, болезненное мерцание, невозможно. Здесь сводятся на нет, замирают в крылатом полете самые высокие мысли, наткнувшись на все углубляющийся ореол, чья лучезарность гасит сам мыслительный процесс. В лучшем случае мысль возникает как предположение времяпровождения того рода, какое доставляет удовольствие машине, когда она искрит. Бог все продумал заранее. Нам нечего решать. Все решено за нас. Нам остается только таять, растворяться, плавать в этом решении. Мы растворимые рыбы, а мир это аквариум. Александр распомахал мне. Ланч был подан. Я обратил внимание, что он накрыл стол только для меня одного. Я настоял, чтобы он и себе поставил тарелку. Мне пришлось постараться. Я обнял его одной рукой, показал на небо, обвел рукой горизонт, включив все в этот широкий жест, и только когда он согласился разделить со мной трапезу. Он открыл бутылку черного вина, густого как лава, и бьющего в голову, благодаря которому мы быстро почувствовали себя в центре вселенной, вместе с оливками, ветчиной и сыром. Александрос умолял меня остаться на несколько дней. Он достал гостевую книгу, чтобы показать, когда здесь был последний посетитель. Последним оказался, по-видимому, пьяный американец, который посчитал хорошей шуткой расписаться именем герцога Виндзорского и добавить «О-ла-ла, вот это ночка так ночка». Я быстро посмотрел подписи и, к своему удивлению, обнаружил имя старого приятеля. Я глазам своим не верил. Мне хотелось его вычеркнуть. Спросил Александроса, много ли американцев приезжает в фест. Он кивнул утвердительно, и по блеску в его глазах я понял, что они оставляли щедрые чаевые. И еще я понял, что вино им понравилось тоже. Если я не путаю, то вино называлось «Мавра дафни». Если и нет, то должно было так называться, потому что это красивое черное слово и вполне для него подходит. Оно проскальзывает внутрь, как расплавленное стекло, воспламеняя вены тяжелой красной жидкостью и добираясь до сердца и мозга. От него одновременно тяжело и легко. Чувствуешь себя ловким, как антилопа, но не в состоянии двигаться. Язык развязывается, небо приятно набухает, руки описывают широкие свободные круги, какие бы хотелось нарисовать толстым мягким карандашом. Вам хочется изобразить все в кроваво-красных тонах или в красных тонах Помпей с мазками черным. Предметы кажутся крупнее и слегка расплываются, краски более реальными и яркими, как бывает у близоруких людей, когда они снимают очки. Но прежде всего оно заставляет гореть сердце. Я сидел и разговаривал с Александросом на языке сердца для глухонемых. Через несколько минут мне надо было уходить. Есть впечатления настолько замечательные, настолько уникальные, что сама мысль продлить их самая низкая форма неблагодарности. Если бы я тогда не ушел, я бы остался навсегда, повернулся бы к миру спиной и отказался бы от всего. Я в последний раз прошелся по площадке. Солнце скрылось, собирались тучи. Яркий ковер долины Миссары был испещрен тяжелыми пятнами теней и сатанинскими вспышками света из-под свинцовых облаков. Горы приблизились, стали массивными и зловещими, на фоне меняющегося неба. Еще мгновение назад мир казался эфемерным, похожим на сон, подвижный и исчезающей панорамой. Внезапно он обрел сущность и вес. Расплывчатые контуры перестроились в боевой порядок. Орлы слетели с гнезд и повисли в воздухе, как непристойные посланцы богов. Я попрощался с Александросом, который даже расплакался. Я поспешно повернулся и пошел назад по узкой тропинке, огибающей скалу. Через несколько шагов меня догнал Александрос. Он нарывал небольшой букетик цветов и протягивал его мне. Мы снова попрощались. Александрос остался стоять, махая мне, а я то и дело оглядывался. Подошел к впадине, куда я должен был спуститься по извилистой узкой тропинке. Я оглянулся в последний раз. Александрос все еще стоял, превратившись в маленькую точку, и продолжал махать руками. Небо еще больше нахмурилось. Скоро все утонет в ливне. Спускаясь, я подумал, когда я снова все это увижу, увижу ли вообще. Мне было грустно, что со мной никого не оказалось, чтобы поделиться этим царским подарком. Слишком уж много для одного смертного. Именно по этой причине я щедро наградил Александроса. Мною двигала не доброта, как он, очевидно, решил, а чувство вины. Если кого там со мной не было, я все равно должен был что-то оставить. Только я влез в машину, как начался дождь. Сначала мелкий, потом все сильнее и сильнее. К тому времени, как мы добрались до трудного участка, земля оказалась покрытой бурлящим покрывалом воды. То, что только что было голой, выжженной солнцем, спекшейся землей, превратилось в серию плавающих уступов, пересеченных бежевыми бурлящими потоками, речками, текущими в разных направлениях и стремящимися к огромной дымящейся раковине, забитой комками земли, сломанными ветками, булыжниками, сланцем, рудой, дикими цветами, мертвыми насекомыми, ящерицами, тележками, пони, ослами, кошками, собаками, сараями, желтыми колосьями пшеницы, птичьими гнездами, всем, у чего не хватило ума, ног или корней, чтобы сопротивляться. На другой стороне горы мы видели мужчин и женщин под таким же ливнем, зонтиками, сидящих на небольших животных, которые лениво двигались вниз по склону. Молчаливые мрачные фигуры, перемещающиеся со скоростью улитки, подобно упорным пилигримам, направляющимся к своей святыне. Огромные перекрученные часовые из поставленных друг на друга каменных глыб, подобно шатающимся пирамидам из спичечных коробков, которые Пикассо хранит на каминной доске, превратились в громадные оскалившиеся грибы, испускающие черную краску. В этом диком ливне их наклоненные фигуры казались более опасными и угрожающими, чем раньше. Иногда попадались столовые горы, на вершинах которых приютились крошечные белые храмы с голубыми крышами. Не зная, что это Крит, я вполне мог представить, что нахожусь где-то на таинственных пространствах Монголии, на запрещенном для проезда перевале, охраняемом злыми духами, затаившимися в ожидании неосторожного путника, чтобы свести его с ума своими трехногими мустангами и рыжими трупами, стоящими подобно замерзшим семафором в черной лунной ночи. Когда мы прибыли в Ираклиан, там было практически сухо. В холле гостиницы меня поджидал мистер Цоу Цоу. Он сообщил мне, что требуется как можно скорее навестить префекта, который ждет меня уже несколько дней. Мы сразу же направились к нему в офис. У его дверей сидела нищенка и двое оборванных уличных мальчишек. В остальном помещение было пустым, идеально чистым. Нас сразу же провели в кабинет префекта. Он вышел нам навстречу из-за большого стола и коротко поздоровался. Я не был подготовлен к встрече с таким человеком, каким оказался Ставрос Цусес. Сомневаюсь, что во всей Греции найдется еще один такой грек. Такая настороженность, такое рвение, такая пунктуальность, такая обходительность, такая стальная вежливость, такая безукоризненность. Создавалось впечатление, что все те дни и ночи, пока он ждал моего появления, его непрерывно чистили и обихаживали, что он то и дело репетировал свою речь, пока не добился идеала и не смог произнести ее с абсолютной и пугающей небрежностью. Он был идеальным чиновником. Таких можно увидеть лишь на карикатурах, изображающих немецких бюрократов. Он казался стальным сверху донизу и одновременно гибким, уступчивым до бы мере неофициозным. Здание, где располагался его офис, было одним из тех современных бетонных бараков, в которых все монотонно одинаково – люди, бумаги, комнаты и мебель. Ставрос Цусес каким-то необъяснимым образом умудрился превратить свой пустой кабинет в обитель бюрократии, от которой бросало в дрожь. Каждый его жест был преисполнен важности. Создавалось впечатление, что он очистил помещение для того, чтобы можно было свободно жестикулировать, резко командовать и концентрироваться на текущих делах. Зачем он меня пригласил? Он немедленно объяснился, используя Цоу Цоу в качестве переводчика. Он пригласил меня сразу же, как узнал о моем прибытии, потому что, во-первых, желал высказать свое уважение к американскому писателю, который милостиво решил посетить такой удаленный остров, как Крит, и, во-вторых, сообщить мне, что его лимузин, который сейчас ждет у подъезда, в моем распоряжении, если мне захочется спокойно осмотреть остров. В-третьих добавил он, он хочет, чтобы я знал, насколько глубоко он сожалеет, что не сумел встретиться со мной раньше, потому что пару дней назад он устроил банкет в мою честь, на котором мне, увы, не довелось присутствовать. Он хотел, чтобы я знал, как он почитает за честь приветствовать в своей стране представителя такого свободолюбивого народа, как американцы. Греция, сказал он, в неоплатном долгу перед Америкой, не только за щедрую и безвозмездную помощь, которую она предложила его соотечественникам в трудное время, когда, казалось, все цивилизованные народы Европы от них отвернулись, но и за ее постоянную верность тем идеалам свободы, которые легли в основу ее величия и славы. Это была великолепная речь, и я на мгновение онемел, но когда он добавил, практически не переводя дыхание, что был бы рад услышать о моих впечатлениях от Греции и Крита, я быстренько обрел дар речи и, обернувшись к Цоу-Цоу, готовому немедленно прийти мне на помощь, если в этом возникнет нужда, пустился в такое же цветистое описание моих впечатлений и моего восхищения его стороной соотечественниками. Я выпалил все это на французском, поскольку он больше всего подходил для венков и других украшений из цветов. Не думаю, что когда-либо раньше пользовался французским с таким видимым изяществом и легкостью. Слова скатывались с моего языка как жемчужины, все красиво нанизанные, переплетенные и связанные умелым использованием глагола, который изначально бесил англосаксов. — Прекрасно! — казалось хотел сказать он, одаривая лучезарной одобрительной улыбкой сначала меня, потом переводчика. — Теперь мы можем перейти к другим делам, разумеется, оставаясь абсолютно вежливыми, абсолютно камальфо. — Где именно вы побывали во время своего короткого визита? Я коротко отрапортовал. — О да, это же мизер! О да, это же мизер! Вы должны поехать туда и туда и туда и всюду. Там вас с радостью примут и чтобы продемонстрировать насколько просто это можно осуществить, он не оглядываясь сделал пару точных шагов назад и нажал на кнопку под столом, после чего немедленно возник служащий, выслушал предварительные инструкции и испарился. Я просто умирал от желания спросить, где он получил такую безукоризненную подготовку, но сдержался, решив подождать более благоприятного момента. Каким бы замечательным служащим он стал в американской корпорации, каким коммерческим директором. А он прозябал здесь, в явно пустом здании, весь при параде, готовый к действию и никаких тебе зрителей, никаких зрелищ, лишь рутинные дела провинциального городишки на краю света. Никогда мне не приходилось видеть, чтобы такие способности были так плохо востребованы. Если бы он захотел, а один лишь Господь Бог знает, какие амбициозные мечты могут быть у такого индивидуума, застигнутого в вакууме полной беспросветности, он бы мог стать директором над всеми балканами. Я вполне мог представить, как через несколько дней он становится представителем всего Средиземноморья, и одним рощерком пера решает судьбы этого огромного бассейна на сотни лет вперед. Хотя он казался очаровательным, изящным и гостеприимным, должен признаться, он наводил на меня ужас. Я оказался в обществе человека, обличенного властью, человека, который может сделать все, что придет ему в голову, человека, который ни за что не поступит со своими мечтами. Я чувствовал, что передо мной эмбрион тирана, тирана, не лишенного доброты, безусловно умного, но прежде всего жестокого человека с остальной волей, человека, у которого одна цель, иными словами, я видел перед собой лидера от рождения. Гитлер в сравнении с ним казался карикатурой, а Муссолини старомодным. Что же касается промышленных магнатов Америки, во всяком случае, насколько можно судить о них по фильмам и прессе, они всего лишь дети-переростки. Гений с водянкой головного мозга, играющий с динамитом на лицемерных руках баптистских святых. Ставрос Цосос мог бы вертеть имя, как ему заблагорассудится. Когда обмен любезностями подошел к концу, мы удалились тем же строевым порядком. Нищенка все еще сидела у дверей с ее двумя оборванными отпрысками. Я напрасно пытался себе представить, о чем она будет толковать с префектом, учитывая, что ей изначально повезло и она сумела вообще проникнуть в это святилище. Я протянул одному из мальчишек несколько драхм, которые он сразу же отдал матери. Цоу Цоу, заметив, что женщина собирается просить более существенной помощи, мягко потащил меня к выходу. В ту ночь я твердо решил на следующий день уехать. У меня было предчувствие, что в Афинах меня ждут деньги. Я известил авиакомпанию, что не воспользуюсь обратным билетом. Да самолеты и не летали, слишком развезло взлетное поле после дождей. На следующий день вечером я взошел на борт парохода. Утром мы уже были в Ханье, где оставались до середины дня. Я провел это время на берегу, поел, выпил, побродил по городу. Старая его часть, безусловно, представляет интерес. Она напоминает древнюю венецианскую крепость, каково, я полагаю, она когда-то и была. Греческая часть, как водится, необычно, беспорядочно, основательно, индивидуально и эклектично. У меня возникло ощущение, которое я часто испытывал в Греции, только на этот раз более сильное, что как только заканчивалась власть оккупанта или она ослабевала, грек немедленно возвращался к своему очень естественному, очень человечному, глубоко личному и понятному образу жизни. В таких заброшенных местах становится особенно очевидно, как неестественно здесь навязанные властью замки, церкви, гарнизоны, торговцы. Власть уходит одрехлев, оставив после себя следы, какие оставляет стервятник, напоминающий о попранной гордости, зависти, злобе, жадности, предрассудках, ритуалах и догме. Оставшись сам по себе, человек всегда начинает все сначала по-гречески. Несколько коз или овец, грубая хибара, небольшое поле, рощица оливковых деревьев, чистый ручеек, флейта. Ночью мы миновали гору, покрытую снегом. Думается, мы снова останавливались, на этот раз в Ратимноне. Возвращение морем было долгим, медленным, но естественным и разумным. Трудно себе представить судно лучше, чем обычный греческий пароход, но вряд ли где можно увидеть и такую развалюху. Это ковчег, где собрано по паре всего на свете. Так вышло, что я сел на то же судно, на котором когда-то добирался до Корфу. Стюарт меня признал и тепло поздоровался. Он сильно удивился, что я все еще болтаюсь в греческих водах. Когда я поинтересовался почему, он сослался на войну. Война. Я совершенно забыл о войне. Радио приносило нам ее снова, вместе с завтраками, обедами и ужинами. Каждый раз несколько слов об успехах и немного вранья, чтобы жизнь медом не казалась. Я ушел из салона, чтобы погулять по палубе. Дул сильный ветер, и судно раскачивалось и трещало. Здесь самое серьезное место в Средиземноморье. Хорошее место. Славная ветреная погода. Как раз для мужчины заставляет держаться и помогает нагулять аппетит. Иногда встречается маленькое судно. Мимо проплывает один островок, потом другой. Маленькая освещенная гавань, как японская сказка. Животные на борту, детские крики, запах готовящейся пищи, мужчины и женщины, моющиеся подобно животным в небольшом жалобе в трюме. Хорошее судно. Хорошая погода. Звезды то нежные, как герань, то жесткие и колючие, как расколотый лед. Невзрачные мужчины, бродящие по палубе в шлепанцах, перебирающие четки, сплевывающие, рыгающие, строящие дружеские гримасы, отбрасывающие голову назад, прищелкивающие языком и говорящие «нет» тогда, когда следовало бы говорить «да». На корме расположились палубные пассажиры. Они свободно развалились на палубе среди своих пожитков. Некоторые дремлют, другие кашляют, некоторые поют, некоторые размышляют, некоторые спорят. Но вне зависимости от того, спят они или бодрствуют, они все равны и едины и по-настоящему живы. Это не стерильная, хилая, организованная жизнь туриста третьего класса, как на больших океанских лайнерах. Здесь человеческий улей с грязью, именно такой, который надо делить с другими в опасном и долгом плавании по морю. Я вернулся в салон после полуночи, чтобы мне данные Сефериадосу и написать несколько строк в записной книжке. Ко мне подошел мужчина и спросил «не американец ли я?» Он сказал, что заметил меня во время обеда. Еще один грек из Америки, только не такой интересный. Он оказался инженером, занятым на государственных работах по освоению новых земель. В Греции нет места, где бы он не побывал. Он говорил о водоснабжении, об электрическом оборудовании, об осушении болот, мраморных каменоломнях, залежах золота, гостиничных удобствах, железных дорогах, строительстве мостов, санитарных мерах, лесных пожарах, легендах, мифах, предрассудках, древних и современных войнах, пиратах, рыбалке, монашеских братствах, охоте на уток и празднике Пасхи. Наконец, волю наговорившись о дальнобойных орудиях, плавучих армадах и двухмоторных бомбардировщиках, он пустился в описании резни в Смирне, которую видел собственными глазами. В длинном списке злодеяний, совершенных человеком, трудно выбрать более ужасное. Упомянуть имя Шермана в присутствии южанина из Соединенных Штатов означает вызвать его глубокое негодование. Даже самые невежественные люди знают, кто такой Аттилла и какие немыслимые ужасы и вандализм связаны с его именем. Но события в Смирне, хотя они значительно перевешивают все ужасы Первой мировой войны и даже текущей войны несколько замалчивались и сейчас уже почти стерлись в память людей. Самое ужасное в этих событиях не только зверство и варварство турков, но безобразное пассивное отношение великих держав. Современный мир был тогда далеко не в первый раз в шоке. Люди осознали, что правительства, преследующие свои корыстные цели, могут полностью утратить первый и естественный импульс человеческого существа при столкновении с жестокой и бессмысленной резней. Смирно, как и боксерское восстание и другие примеры, которые устанешь перечислять, и вещим знаком судьбы, который ждет европейские народы, судьбы, которая медленно готовится с помощью дипломатических интриг, мелких торговых махинаций, возлюбленного нейтралитета и безразличия перед лицом очевидных преступлений и несправедливостей. Стоит мне услышать о катастрофе в Смирне, о насмешке над мужским достоинством великих военных держав, которые бездействовали по приказу своих начальников, пока тысячи невинных мужчин, женщин и детей загоняли в воду как скот, расстреливали, обезображивали, жгли заживо, отрубали им руки, когда они пытались забраться на борт иностранного корабля, я вспоминаю предупреждение, которое всегда возникает на экранах французских кинотеатров на всех языках мира, кроме немецкого, итальянского и японского, при показе новостей о бомбардировке китайского города. У меня есть повод особенно крепко это запомнить, потому что при первом показе бомбардировки Шанхая улицы, заваленных обезображенными трупами, которые быстро разгребали в тележке, как простой мусор, в зале французского кинотеатра поднялся такой шум, какого я никогда раньше не слышал. Французы пришли в негодование, ведь что обиднее всего, но вполне по-человечески объяснимо. Они разделились в этом своем негодовании. Гнев защитников справедливости не выстоял перед гневом праведников. Эти же, как ни забавно, были возмущены тем, что такие варварские, бесчеловечные сцены показывают добродетельным, законопослушным, миролюбивым гражданам, каковыми они себя полагали. Они требовали защиты от неприятных впечатлений, от необходимости видеть такие сцены даже на безопасном расстоянии в три или четыре тысячи миль. Они заплатили, чтобы, сидя в комфортабельных креслах, посмотреть любовную драму. А тут им, совершенно без всяких оснований, подсовывают под нос неприятный кусок реальности и портят мирный спокойный вечер. Такой была Европа до последнего столкновения. Такова сегодня Америка. И такой она будет завтра, когда дым рассеется. И пока люди могут сидеть сложа руки и смотреть, как мучают и убивают, цивилизация останется пустой насмешкой, словесным фантомом, висящим, как мираж, над морем, переполненным вздувшимися трупами.